начнем с офферами постарее может быть с тебя ну давай с вас чуть не дойдет дойдет не показывать не надо давай мы о чем твой продукт отлично то есть что ты продаешь я продаю что ты продаешь свободу свободу и безопасность от долгов безопасность свободу свободу от долгов у тебя для тебя свобода ключевое слово которое должно быть в твоем оффере я при этом не хочу быть как конкурента у них там у всех конечно конечно потому что они продают свободу а ты хочешь продавать свободу но не говори что ты продаешь свободу то есть я хочу продавать молоко на молоке напишу кетчуп вот это примерно так свобода от долгов свобода от долгов да твой основной а дальше ты его развиваешь все поехали дальше да все просто подумай еще следующий круг будет а что ты продаешь нет бро музыку композитор может радость развлечения путь героя путь героя это стратегия что ты продаешь праздник скорее всего тоже не за слышу радость эмоции но эмоции какие чеку хочет отрицательных он хочет счастье что ты продаешь счастье радость пиши нет нет если к не если конечно она будет петь как хорошо если она будет петь как прекрасно списать долги и ты будешь и ты туда ну буду слушать песню просто они ира и и радоваться на свободу продаю все да ты продаешь свободу поехали дальше пиши а ты думал оффер у меня про отношения мне понравилось счастливого отношения что ты продаешь любовь любовь ты продаешь ну как любите быть любимой короче любовь пиши и давай оффер со словом любой поехали дальше вообще я сейчас не поняла даже что я продаю это нормально и это самая большая проблема всех кто пытается продать что-то не понимая что он продает что-то продаешь это может быть и выстраивание личных границ это что ну что за выстраиваем зачем мне личные границы мне мелочек по ты мне попадать я черчу границу скажу полтора метра мои никто не сборка заходи если ты мелок и продаешь я согласна получается уверенность в себе нет самоценно кто а кто сказал что я не сама цена я вообще прекрасно ну то есть не сужай аудиторию давайте пишешь что ты можешь вообще чем-то занимаешься хорошо психологии в основном через макарты ты продаешь кон карты а до чего через подсознание красот проработка запроса каких ну что ты помогаешь человеку достичь и выстраивание границ это точечные запросы а большое счастье да несчастья на продать может быть здоровья я присоединяюсь нет то есть мы не смотрим данные 5 что и здоровье а почему ментальная разве но хотя у нас и ты можешь я привезти на здоровье мне просто почему-то не про здоровье про что ты но это здоровье здоровье через психологию это здоровье первое слово здоровье мы умеем и простой оффер пишем для каждого хорошо я продаю то как получать радость от работы и от жизни удовольствие от жизни было уже счастье продавать но это больше про баланс в работе и в жизни но баланс это не то что какой баланс жопу можно продавать армон а гармонию может не давайте будем короче есть филипп гузенюк он продает счастье в деятельности отлично я же не филипп мне же нужно что-то другое счастье в бизнесе почему нет ну то есть если ты счастье продаешь да то есть ты тут ты продаешь счастье я не знаю что продаешь тогда я продаю все равно счастье и радость ну радость хорошо значит у меня будет там хотя будет нега деньги просто маш подождите пожалуйста я не поняла я что в итоге пишу радость 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 или счастье что тебе больше подходит как основной оффер первое слово она радость первых ну потому что она не писание давно буду продавать яркость что такое яркость в жизни мы понимаешь мы делаем простой оффер понятны для целевой аудитории на на простых вещах там любовь счастье секс я не знаю еда деньги ты можешь деньги продавать деньги в радости деньги в легкости деньги в балансе деньги в мешке бедре деньги в вагине на голове что хочешь первое слово до маша долго счастье продаешь если счастье по-моему ты продаешь несчастье по моему это семейные отношения ты семью продаешь ну значит семья первое слово семья а дальше думаешь первое слово семья дальше ты делаешь оффер начинается со слова семья или любовь точнее да даже любовь наверное давай любовь тоже одно слово любовь тогда ты продаешь любовь и допиши оффер но кайф тогда что там счастье удовольствие что-то продаешь хорошо тогда удовольствие пиши первое слово удовольствие и offer начинай с удовольствия давай дальше успех через популярность успех хорошо успех или карьеру успешную карьеру потому что успех для оператора какой-то очень странная история я же продаю видеоконтент да подожди ты не продаешь видео контент ты продаешь услуги по созданию видео контента ты не продаешь видео контент продавал бы видео контент если кто снял документальные фильмы продал его кинотеатру или телевизор на телек нет онлайн курс это не контент подожди это обучение но в частности да видео контент кто-то обучение и этот видео контент его продвигает соцсетях это он решит популярность ты продаешь популярность несложно ты либо популярность либо успех бери мне популярность лично нравится больше бери как первое слово для оффера просто успех он я же не только скажем контент курсы я тоже продаю у тебя есть курс я могу записать твой курс его нет ты его не продаешь если ты записываешь я заказываю тебя услугу по съемке моего видео курса ты как оператор мне проще тебе как оператору заплатить чтоб ты снял для меня контент и продаешь услугу по съемке контента а не продаешь какой-то 50 на 50 зачем ты изобретаешь какой-то ненужный велосипед хорошо что ты продаешь популярность отлично пиши оффер с популярностью первым словом про я ну пиши успех offer да мне кажется популярный популярность да мне тоже больше нравится первое слово потом для понятности клеточное питание оффер макс у меня много еще можно выручную уверенность либо новые знакомства да нахера уверенности что ты продаешь отношения секс либо отношения либо секс отлично что ты хочешь для оффера отношения или секс нет вот мы пока сейчас работаем над базовым основным оффером что основное ты продаешь да ну с одной стороны отношения но не совсем все равно ну да просто как бы тут тяжело если 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 сказать свободное отношение серьезное отношение семья то есть как бы туда как ты раскрывая подожди то есть я даю возможность строить уже не который ты хочешь по любым потребностям которого ты перечислил может на консульта к тоже не как соблазнение ты какой за оффер можешь вполне оставить но ты не хочешь и насколько понимаю почему не может но тогда соблазнение первое слово да но она будет провокативней и она будет понятней конечно и провокативнее но сразу тебя отстраивает ну да хорошо все первое слово соблазн есть фильм такой у людей блин ли соблазнен сразу фирмы или что да есть а эротизм можно продавать потребность конечно есть соблазнение ты что это базовая потребность девочка с ней ну по факту девочка с ней рождается там там в два или в три года она пытается соблазнение то скорее как мы все равно как инструмент для того чтобы при этом отношении были там сайт да неважно ты соблазнение соблазнение для отношений соблазнение для секса соблазнение соблазнение для карьеры соблазнение для чего угодно это инструмент который ты продаешь до отлично работает проверено то есть я правильно понимаю что есть могу прям как оффер типа там поэт под айтишников говорить типа соблазнение для айтишников и главное ты напиши на их языке понятно соблазнение для нас да вот прям вот лобовое понимаешь ты хочет лобового понимаешь человек в твоих ребусах что-то там имел ввиду догадываться не хочет ага соблазнение для айтишников или соблазнение через морковку соблазнение через овечку соблазнение через стаканчик кофе отлично я понимаю чем-то соблазни а простраивание стратегии во всех сферах общества для того чтобы поднять отношения которые ты хочешь но не хочешь потому что можешь но не можешь если твоя семья но не семья потому что для разных целей будет разный соблазнение учета продаешь да и то ли и в конце где-то соблазнение ты кучу ключевое такое там типа спряталась под столом он там потому что там уже твой клиент умер не дочитал он такой такая это значит это как история кстати можно этот офферам да то есть как бы это можно составить целый сканворд где одно из слова будет ключевым и заставить человека соблазнение без манипуляции да 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 но это вот так кстати хорошую но это но это как раз вот да по это про противоречие это это надо смотреть мои истории это из триза вот ну когда кстати как это даже что тебе предъявляют все время нет и манипулируешь и ты сразу отправишься соблазнение у меня не подключают у меня не работает телеграме премиум это подписка а я не знаю у меня деньги не хочешь я сколько карточек не ввожу у меня деньги не принимает она а у меня нет тенькова нужен короче меня не работает я пыталась и сто раз сделать она не работает телеграмм сториз время у меня не получается короче я блондинка я решила забить с блондинки я перекрасилась в рыжую но я тоже запела да я так и делаю пока а дальше посмотрим надя успех коммуникации признание деньги у меня и успех на тебя тоже потому что успех потому 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 что вы это даже у меня там да вот написано нашим там с юлию просто небольшой по упражнениям для речи потому что чем выше статус тем важнее речь это правда то есть ты не можешь находиться на какой-то должности говорит вот поэтому это все равно речь это ты можешь просто речь продавать потому что речь это статус нет голос от немножко другой потому что речь это вот как бы все равно от частоты нашего ри от нашей речи от того какие триггеры мне бы хотелось чтобы более понятны потому что речь прикольно я бы речь тела попробую речь первым словом взять речь как признак успеха речь как статус до речь для речь для статуса да ну я имею ввиду что все равно да то есть каким-то таким образом статусная речь то есть потом это можно поиграть и тут главное под ключевое найти да давай дальше у меня тоже несколько тоже свобода тоже любовь и гармония потому что у меня все таки работа с самим собой но у тебя у тебя прикольный продукт да то есть с одной стороны у тебя там кинотерапия она там интересно да то есть как бы смотри кино и прокачивай мозг да то есть по большому счету туда то есть это такая мне кажется что изменение это все равно 2 для меня это больше про какой-то легкость нет это не развлечение да то есть совмещение идет того что ты с одной стороны смотришь кино смотришь кино с другой стороны ты развиваешься да то есть и свои травмы отрабатываешь так далее поэтому это все-таки можно кино первое слово кино как инструмент но кино как инструмент он как терапия пыталась не красиво вообще не слова терапия она не очень нравится в контексте твоего продукта но как терапия сразу порнув какая-то вот ну каждого своя терапия вот мне просто вот как бы твой продукт у меня больше ассоциируется но как исцеление с легкостью потому что терапия мужа терапия на самом деле тошнит меня все хотят вылечить просто задолбали меня лечить я только не болею сколько вы меня лечите но объективно да то есть легкость тогда как это будет выглянуть кино там не знаю там лежишь и смотришь кинге где кто-то с оффером сложнее да то есть там легкость именно в плане того что ты легко трансформируешь не нужно никуда идти до трансформации ассоциация счастья от трансформация в кино треслик ну вот в твоем в твоем продукте конечно ключевое легко потому что все хотят быть здоровыми но никто не делает как раз противоречит но никто ничего не хочет для этого делать терапевты достали слова терапия меняют как это скоро учебник по счастью они же там все ты же пытаешься перестроить через да просто даже не учебник это просто да в чем в чем в чем в чем в чем суть да ты смотришь кино то есть тебе легко ты не напрягаешься ты получаешь удовольствие но при этом у тебя происходит трансформация вот для меня ключевое здесь легкость какая-то потому что ну как бы действительно я легко получают трансформацию меня никто не лечит мне не надо идти к психологу рассказывать там свою трудную судьбу там вот это вот сопли жуки там салфеточки вот это вот я поплачу над фильмом подплачу пройду будет пройду путь героя да то есть там почувствую себя героем кинофильма тоже можно вот так как-нибудь а то есть там то есть это какая-то такая история то есть это легко это быть героем своей жизни быть 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 автором своей жизни может быть и авторство кстати на то есть ты берешь ответственность на себя проживаешь и какую-то жизнь получаешь инсайт ну не знаю вот тут тяжело подгонки переписываешь сценарий для себя да я для тебя пока не могу на меня меняя свой сценарий до изменения трансформа сценарий или сценарий сценарий лучшей жизни как-то вот так сценарий если взять первое слово тоже можно но именно что он не смыть до что трансформация происходит измени свой сценарий легко одевать смотреть фильм ну вот как ладно давайте подумаем давай уверенность эстетика ну вот две вещи красота красота скорее красота вот если она некрасивая то она не придет каждая женщина хочет быть красивой можно красиво одеть что ты делаешь красивые даже до красота до красота для меня такое как-то не очень ценное что уверенность красота но уверенность я могу получить кучу способы не стоит ну и порядок наверное плохо продается на что порядок где-то души я хочу ходить на шопинг я хочу кайфовать от шопинга хочу покупать шмотки я хочу выглядеть красиво ты можешь шопинг продавать ты можешь продавать еще игры красоту да статус ее сузит сразу для бизнеса красивый хочет быть каждый дорого выглядеть все хотят но не все хотят комфорт тоже не все тоже единицы мне мне пофиг я говорю мне комфортно когда я себя комфортно чувствую для тебя может это быть вообще не комфортно то есть красота да да все хотят быть красивыми все хотят привлекать наиболее фертибельного как это слово да ну красота красота дороже привлекательность это типа такое да типа ну мы мне там сказали вы привлекательная такая типа ну я такая чего это бы вдруг то есть надо такой вкусный оффер вкусные первое слово красота вкусная давай ну так и скажи продают сложную жизнь нет но если про профессии про профилитацию тогда это деньги конечно продукты деньги деньги через отношения то любовь тогда ну ты выберешь что-то одно любовь или деньги или или день ну возьми это же твое право или деньги через любовь кстати деньги через любовь ты можешь продавать мне кажется пока нет здоровья у тебя же баланс да у тебя же баланс между карьеры и жизни деньги через любовь а потом же счастье ну и отлично что он твой конкурент подпишись подпишись на него смотри за его офферами сложно все замудрено конечно ну и хорошо понимаешь но ты прешь но у тебя и энергии больше то есть ты ну так более четко потому что ну какой-то такой мутненький серенький пришлите мне потом я посмотрю кто такой мне кажется не очень фамилия такая гузенюк какая-то да 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 такой прям сразу что-то такое ползучие он реально то что он говорит это хорошо читать его интересно слушать его интересно смотреть не хочу так ты ему можешь предложить свою свой оффер мне пока лицо увеличил нет на самом деле гузенюк как дайте посмотреть мне на маньяка немножко похож похож взгляд посмотреть макс на мужчин не смотрят а давай твой оффер слова был оффер свободу от долгов у меня вообще больше нет никаких мыслей я не знаю почему с писать нет а не пропустили тебе свободу счет коллектор свобода ну как бояться коллектор да я вообще вот основная боль это страх вот я свобода от страхов основная боль это страх до страх чего коллектор коллекторы долговые мы а именно боятся люди реально действует из-за страха стоп смотри что у нас со страхом ты говоришь люди боятся тюрьмы а ты говори мы говорим про свободу ты продаешь свободу уже продаешь это не это уже словом подожди словом свобода ты уже продаешь а свободу от страха тюрьмы и так далее свобода от долгов вполне нормальную оффер оставь его пока потом распишешь так а другого и не дано а вот свобода от коллекторов это само собой ну разумеющий как убить коллектора пять способов пять способов не ответить на телефонный звонок коллектору шапка-невидимка не ходят на самом деле у меня вот последний раз в кейс был вообще адский просто женщины 65 лет 65 у нее отцу 95 лет нереально пришли коллекторы и чуть не хватанул удар то что она их боится она их боится но я не знал что люди в таком возрасте что-то боятся но самый большой прикол в том что она ну то есть я вернула ей деньги в итоге она позвонила своему отцу в том возрасте 95 лет мужику да он приехал закрыл все ее долги и она мне ржет такая анастасия дам я буду вы что с ума сошли то есть а там цифра 400 тысяч то есть для пенсионера это ну как бы неподъемные бабки я говорю зачем если вы могли в досуде на москвичка то есть все это ну то есть в досудебном порядке она смогла бы закрыть эти все долги и она ржет ей весело а почему раньше мы не позвонили нет этому этому оказалось что боится коллекторов больше чем отца да да тут весы такие отец и на нее просто осуждение отца или коллекции но ты не слышишь что с ней творилось то есть она когда она говорить не могла она так с такой нервы причем там реально принесли бумажку на которой был прямоугольная печать почта банка ну все то есть там цена вопроса 40 тысяч там с копейками да ну то есть там вообще смешные цифры да человек не мог говорить вот то есть у нее настолько был страх я вообще сначала не плодную дальнюю понравится спать его вы что так нервничать так же невозможно она реально заикалась и потом вот папа приедет и никуда человеком всегда боится не знаю но это просто какой то есть я удивлена и вот свобода от страха я вот думаю но опять же непонятно сама по себе свободу уже подразумевает отсутствие страха свободный человек не боится понимаешь если я свободно чем не боятся если свободно от долгов зачем не их боятся но вот в том-то весе прикол что у меня целевая аудитория не понимаю как их вообще ну а не боятся потому что ты пишешь свобода от долгов да ты даешь им инструмент как избавиться от их страха я везде вижу вот именно она работает конечно зачем изобретать я все время говорю если что-то работает зачем это менять вот этот вот креатив когда я придумаю что чем я отличаюсь например или я ничем не тебе просто к тебе смотри смотри а давай мы посмотрим как человек выбирает явно что человеку которого есть долги он ищет что-то связанное с долгами и он замечает эту информацию в инфополе вопрос в том не стоит в том как тебе оффер сделать другой вопрос в том чтобы он увидел твое предложение а ничего то другое твоя фотография и переход на твой сайт чек не ищет понимаешь что-то в этой в твоей области если говорить про сам продукт нету такой важные вещи как экспертность для подожди это не тут при выборе то есть человек который выбирает купить услугу свобода от долгов он не выбирает тебя как эксперта ну то есть сомнительно что он будет подписан на тебя три месяца и следить как ты выбила выбиваешь кого-то другие долги нет то насколько ты ему сразу продаж свою услугу прямо что мы будем делать это 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 потребуется столько-то столько-то от этого будет зависеть основное то есть твой оффер должен быть конкретный и понятный не надо сейчас и то что ты женщина еще то есть вот именно портрет потому что да в основном свобода от долгов там какая-нибудь рыба с этими плавниками такими но знаешь как летучие рыбы или какие то есть там постоянно какие-то картинки то есть но у нас а когда ты и п и свою фамилию да это доверие вызывает до минска где-то знаешь который именно что твой портрет в очках и что ты женщина а не какая-то непонятная контора и не мужик которого они боятся которые выживают долгие фамилия там я не знаю какая я просто твоя целевая аудитория просто я уже как бы как я выбирала себе юрист по банкротству то есть я в инстаграме ввела банкротство и вот выпала толпа всяких этих и я подписалась на них и начал наблюдать за ними и то есть и вот та девушка которая мне понравилась больше всего то есть накладывал какие-то стоит там рассказывала там то есть постоянно она мелькала у меня и в итоге я ей позвонил поехал среди все именно вот так у меня другая история что у меня срафан работает ну и отлично что он работает ты понимаешь без косметики там что ты понимаешь ты вызываешь доверие внешне ну то есть ты будешь до мелькать как-то там что-то еще такое нет просто понимаешь если ты такая вот будешь стронг здесь такая сучка знаешь такая вот если ты будешь стронг и сучка тебе сложнее будет продать это такой вот спокойный полупсихолог пола мамочка такая вот в попу поцелуя скажу да нет ты не дурачок что у тебя долги и просто жизнь так где твоя папа давай поцелуй вот да потому что я бы пиздюлей вставил и мне все это со мной как бы я не этот не травмотерапевт на то есть со мной скорее травму получишь а вот и как раз в этом вопрос твой твой какой вопрос ты горишь мясо работает сарафан отлично что он тебя работает я просто каналов коммуникации и каналов привлечения аудитории может быть много еще говорю история там бы к одноклассников это тоже абсолютно твоя история пускай target вот вообще в кает абсолютно точно мы целевая аудитория как раз потому что но они вот полтора клеточные вот вот и свобода свобода от долгов там помогу как ты помогу на быстро помогу быстро списать долг вот как-то так да то есть у тебя не просто у тебя свобода от долгов это главный оффера дальше помогу быстро списать долг но я короче я понимаю что это я тебе не про это говоря я имею ввиду что у тебя может могут быть разные офферы под свободой под этой дату ключевой свободы а дальше ты пишешь классно если сделать большими красивыми буквами свободно на задних у меня сделал клиент отзыв прикольный анастасия списала долги ну там только одни ноги какая-то лес парка водослуж не возможно ты мне прислала я думаю боже что это как я не просила вообще да нет понятно просто это просто ну кто это будет смотреть там до 12 на 12 минут видео где значит он идет по по дорожке и ты видишь не его а вот дорожку листочки вот как про и он там что-то говорит на заднем плане не титров ничего и ты будешь смотреть это 12 12 минут чего нарезать там нету ничего да вот он шел так по парку что-то говорил снимал бы тут дорожку по которую он идёт до летом просто на голосовой типа так записано можно сделать титры но он можно сделать титры я просто говорю о том что человек сам ну то есть мы в реально провели его банкротства за четыре месяца допустим попросил он написать нормальный отзыв и что понимаешь и что это такое я не просила попросить попросить ты представляешь ну сам факт ну тебе чё тебе деньги надо зарабатывать или бы попросить кого-то попросить что-то города что ли скажи я хочу отзыв ну-ка и все и тебе дадут этот отзыв тем более да ты ему скажи извините меня пожалуйста ну так прекрасным такой красивый мужчина почему-то взяли и забыли себя снять потому что в наш я понимаю я пони я понимаю да пусть напишет текстом который ты можешь использовать в качестве отзывов пусть он будет но на им или затертые именно как бы для этой темы это нормально но просто вот этот вот дорожка в парке без субтитров 12 минут роликов я честно все не пришлось с корабликом я не видела чем он завершился я не смотрела 12 я не выдержала я посмотрела перелистала поняла что ничего кроме дорожки там не будет не подумала что не готовая смотреть как он идет по дорожке снимает дорожку но как бы это конечно очень интересно было но не очень вот поэтому свобода от долгов а дальше ты делаешь предложение конкретно да то есть избавлю от долгов за две недели конечно конечно тебе нужно если мы говорим про свободу что они еще хотят им страшно не хотят как можно быстрее может как можно быть да мне нет лучше конкретный срок конкретика всегда работать лучше в офферах две недели вообще возможно потому что преподать заявление все же прекращается две недели на подачу заявления ну в общем да от вас можно взять двух недель можно срока не от не надо цифры работают всегда хорошо цифры всегда работают хорошо когда ты говоришь конкретику чек сразу а я планирую как только появляется цифра человек мозг включает может быть за 17 дней потому что это больше чем две недели до 2 недели звучит проще конечно потом он объяснить что за две недели это за ну то есть две недели на подачу заявление закрывается делать от это да 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 и уже избавилась фактически а тут вопрос прям за две недели прекрасно звучит чем там мучается уже сидит который месяц не значит что это так подошел очень тихо такой хай гитлер вот собственно говоря а канал и коммуникации могут быть разные и соответственно твой твой абсолютно твоя история таргет в к одноклассниках одноклассников даже больше просто херят да там все просто работает там блин для дурачков вот реально ну то есть разобраться вообще не сложно все просто были все подписано нет все на одноклассники он работает и на мессенджера они на мессенджера на это на эти ну как эти страницы то mail.ru там яндекс да он там тоже показывает не в поисковике а вот просто как баннеры поехали дальше вообще пустота у меня как счастье можно подвязать к себе если как блок продавать если продвигать на типа счастливая жизнь который ты можешь прийти через мотивацию который ты получишь от твоего блога что-то такое это кто это это кто там уснет пока это прочитает а как еще этих песням только тоже не скажу что они прям дико счастливы станут когда они послушают но это как ну с другой стороны смотри если ехать если мне грустно да у меня жопы я слушаю грустную песню там продал им и потом мне хорошо да и потом я все равно счастлива а что ты продаешь песни исполнительство что-то продаю но я продаю артиста себя да то есть я продаю и песни и получается с к ним сопутствующий еще этот блок который я веду как артист дожди блок не сопутствующего круто себя да ну ты считаете ты же счастье сама и к удовольствием уже как батарейка заряжает и да потом любуются то потом если у тебя холи арель да там русалочка сирена люди же просто вот эти моряки слышали сирены кидались к ним плыли стремились вот соответственно просто стремлюсь к счастью например давай давай иди счастье счастье через песни чарующий звук батарейка заряжаешь у меня там как-то там батарей заряжаю на счастье заряжаю на счастье даже сейчас не на смотря на то что у меня с медийности какого-то великого успеха вдохновляю на счастье до счастье через вдохновение в например вдохновляю на счастье певицы холи арель ну кажется прикольно ну или счастье через вдохновение тоже прикольно прикольно как это куда это привязать вдохновляю на счастье блогу и песню свою пакет послушаем ее песню зарядись получи эмоции вдохновение вдохновить да послушаем мой новый трек вдохновение просто там знаешь там подпись ну условно говоря каждого как вот поставят там арель вдохновляю на счастье но и даже не пусть утра просто твой опять же твой контент ты можешь каждое утро начинать там какой-нибудь позитивный типа распевочки это будьте счастливы там или еще что то но какой-то знаешь вот эти вот афирм аффирмации позитивные чтобы тебя и ассоциировали с этим счастьем чтобы я заходила к тебе на страницу с утра не каждый каждый раз в мое утро начиналось со счастья настроение говно да зайду к дай зайду к ней будет будет хорошо у меня там какой-нибудь счастливый по трубашете чакры я уже же не предложил тру чакры как раз видела самоваром как ты трешься горловая чакра тогда это уже курсами нет глубокого до этого к максу горловые чакры он записывает видишь он сейчас линейку продуктов изобретет вот бабы ты думаешь зачем тут ходит у нее тут фокус группу и женщина там проживут под женщин продуктов на фигачит и начнет продавать телефон а мы подкидываем давай дальше у меня помогу встретить свою любовь хочешь найти свою любовь или искать первое слово любовь любовь через любовь как любовь может быть через секс любовь может быть через деньги любовь может быть через бизнес любовь может быть через красоту любовь может быть через голос любовь вот этих там 6 этих типов любви через успех ну да 5 языков любви да они про основной язык забыли который во рту да я шучу любовь через слова любовь через прикосновения любовь через нежность любовь через дружбу любовь через 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 мышление за любви первое слово любовь через дан так напиши ну чтобы тебе понятно было любовь через что через психодрама а кстати вы знаете что наиболее наиболее это как это знаешь как этот сутенер такой любовь через знакомства сдаю девочек по часовой оплаты кстати хороший оффер был бы для сутенера любовь через знакомство отлюби кстати ты знаешь вот это кстати тоже для оффера можно использовать а ну я по себе опять же сужу да я же это странно немножечко человек на этот про любовь и любовь через как-то непонятно ну непонятно ищи ну найди через чего через какой продукт и ты эту любовь продаешь по просто так вот я допустим невротик понимаешь вот прям вот жесткий невротик у меня все отношения не практически не все отношения это иди нахуй у меня это я спокойный мужчина подожди они все бывают спокойные до встречи со мной а потом они ломаются да я вывожусь наверное сама мне я горья из любой херни могу драмбуру сейчас я стараюсь это как-то балансировать но глобально ну то есть у меня все спокойно не бывает то есть у меня вот если трагедия то трагедия но причем эта трагедия такая может продлиться ровно два дня через два дня закончится и закончится она просто типа я просто ну все высказалась у меня все хорошо дальше не что говорит как ты так можешь два дня выносить мозг а потом как ничего не было типа все все прошло да да ну то есть как бы понимаешь на то есть как бы женщина не как бы такие но я при этом очень хочу нормальных отношений вот прям вот спокойных домашних терпели не вы да да у меня мне уже хватит понимаешь но я понимаю что я у меня там любая ссора я шлю на хрен я удаляю переписки блокирует это ужасно я понимаю что мне очень стыдно не стыдно ладно все привыкают я когда-то очень боялась я думала что но меня обидится за такое потом меня видимо избаловали ну потому что я понимаю что я такая вот но я хочу нормальных отношений а то есть как бы без вот этих вот страстей вот без всего вот этого вот мне скучно очень вот я это лечу любовь без куки любовь может сосколько можно сужими так и было раньше меня был мужчина для драйва которому я выносила мозг был для кино был ли это не это было работало идеально любовь без драйва любовь без драйва ну в общем я хочу к этому прийти мы просто к этому нельзя прийти через иди на хрен вот вот я записался на расстановку на 17 число пойду себя лечить на 17 января ой февраля господи февраля бурняшеву я у него не было с цвета я очень люблю что он прям в корень себя зрит он на мою папу похож я да вот я там отрабатываю какие-то темы прям идеальный люблю бурняшеву ладно не суть в общем до любой без драмы например это тоже не без скуки ладно потому что обычно еще раз говорю у тех кого любовь хорошая они тебя искать не будут к тебе придут те кто у кого драматические вот я лечу любовь я столько уже отдала и любовь без скуки тоже две разных целевки ну да 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 у кого те у кого в отношении застой и есть скука они будут искать любому землю еще раз говорю что мы продаем мы продаем она психотерапевт она про сексула конечно подождите короче она продает что она продает здорово и и просто отношения без вот этой драмы для меня вот любовь без драмы я бы пошла на этот продукт я честно скажу я дохрена день дань без драмы боль некоторые любят без драмы хорошо наша драма вот я к этому пыталась подвести без драма вообще мне звучит для меня идеально а я столько денег отнесла психотерапевтам чтобы они вылечили мою темпераментную больную голову что я люблю вот чтобы у меня все драма ни одной какой драмы а вообще да нет без драмы хорошо да это хорошо я бы пошла на этот оффер я был сразу увидел я такая блять я понимаю что у меня постоянный пиздец вот а если а если те которые нормальные ну люди живут в семье у них там классические они не придут зачем мы все нормально они сексом не хотят не очень-то заниматься них не перегорела в 20 лет и перегорит и не сгораться не будет это вот темпераментные ёбнутые и простите пожалуйста ну короче немножечко больные люди с невротическим складом ума это у них постоянно он-то меня бьет он обьюзер он эмоционально об этом у меня все хорошо чуть милый котик иди сюда вот а ну это и это променяет вот тут как бы абсолютная история до как оффер да прикольный оффер да хорошо звучит давай дальше психологическое здоровье просто здоровье сначала с первое слово здоровье психологическое здоровье я уже от тебя ушла так для этих не боится я не видела все тихо и к ним газа про свою жизнь там через глубокое подсознание ну вот как-то без долгих рассказов я долго расскажу вам нудно какую-то хрень без долгих рассказов что клиенту не надо будет рассказывать мне долго про себя да у тебя не дослушает даже без поиска причине или будете искать причину не он уже придет запроса уже нет он еще не пришел к тебе он еще даже те не увидел и не выбрал а как он тебя должен увидеть в ленте баннерная слепота пока ты ему не скажешь о чем ты он тебя даже не увидит так ты про здоровье он такого здоровья мне нужно психологическое окей тоже нужно через познание себя здоровье через самокопание здоровье через мозговой анонизм до ты знаешь все любят все любят погорячее я люблю такого психолога который будет копаться в моей голове достанет оттуда какую-то очередную травму положит передо мной на стол и мы будем препарировать ее препарировать препарировать потом я выйду здоровая но не надолго до следующего сеанса потом мы выйдем найдем новую травму в вашем глубинном подсознании их очень много психологом хватит на всю жизнь отличный офер гнойная психологи кстати хорошей просто понимаете в чем проблема еще психологов его поймать это их дохрена и жопой жуй и все хотят покопаться в моем подсознании сука дам лопаты и вам чтобы отстроиться там блять умничать не надо вам надо живым языком с клиентом поговорить мы не ненавидим психологов мы просто в 99 процентов случаев я вижу психолога и мне его хочется полечить и я понимаю что я более здоровая чем этот психолог я так думаю так а у тебя личной терапии сколько было не все улетают и какой образование какой личной терапии иди полечись потом приходи я помню девочка гештальт терапевт меня гештальт вообще не зашло но это вообще не моя история когда нам не кажется что вам кажется что вы чувствуете блять вот это хуй то и мы селы гипер групповая гешталь был и она как началась пришлось какой темы своим мне кажется что я кажется что тут я уже понимаю что она меня раскрыть не может доверие у нее со мной не случилось контакта и она ходит вокруг меня и что ты не кажется что она чувствует что я чувствую я уже начала ей помогать какой-то момент то что мне было страшно что она сейчас расплачется потому что она не смогла со мной контакт даже установить реально вот просто это в общем я еще раз пробовал гештальт поняла что не ко мне и со мной это не работает слишком вот и по поводу психо психотерапевтов и психологов у тебя должна быть либо одна емкая тема в которой ты профи ты четко в нее бьешь да то есть либо у тебя должна быть какая-то такая провокативная история потому что провокативную психологию все любят потому что ебароц это я хочу психолога который умеет шутить который живет полной жизнью потому что я хочу в психологе видеть пример того успеха, к которому я могу прийти, работая с этим психологом. А если я вижу психолога, который умирает и сидит на антидепрессантах, у него руки трясутся, и сейчас он разрыдается, понимаешь, я не хочу такого психолога. Пожалуйста, встань на голову. Психология кверх ногами. Психологический кувырок. Да, психологический кувырок. Переверни свою жизнь, в конце концов. Выйди из омота, унылой. Ом. Омота-ом. Я, кстати, как раз спросила тоже своей клиентке, которая как раз ходила к психологу, я говорю, что ты ушла от этого? Она говорит, ну, потому что она без энергии чувствуется выгорание. И то, что имеется в виду, что она такая же женщина взрослая, а с тобой я могу поговорить, ну, как бы, плюс у тебя еще опыт, да, там мужчина есть, муж там. Мужчина есть, муж, слышишь? Звезда, да, да, да. У тебя и муж, и мужчина? Ну, что у меня, как бы, есть примеры, со мной можно поговорить по-свойству. Да, конец. Я ей, там, говорю, стал пожёстче, ну, как бы, какая есть, так и говорю, а все там там же... Да, вот это вот меняет. Я там, блядь, и ты думаешь, ёб твою мать, сейчас убью. А я с ней говорю, говорю, конкретно. Да, это вот, знаешь, как бы из серии психологи не матерятся, да, ёпта, матерятся. Почему психологи не матерятся? Ну, я не знаю, где-то там, тоже слышала, у какого-то психолога. Поэтому... У всех матерятся уже. Но у всех люди иногда матерятся. Да, мат вообще очень сильно дополняет речь в некоторых случаях. Помогает, наверное, злость выразить. Вот, просто одно слово иногда... Усилить эффект, влияние. Слушай, я на нём не ругаюсь, я им шучу. И дополняю как метафорой что-то, чтобы усилить и привлечь внимание, да. А вот, ну, это киношная история, когда всё надо обострять. Кстати, про отношения то же самое. Я почему... У меня тоже коллеги, вот они как раз на этом ясно сидят, у них там по 27 клиентов, они уже на антидепрессантах сами. Им точно там психолог... А их что-то... Я лучше цену повыше, и еду поменьше. Ясно, гоняют, что ли? Не гонять просто... Они набирают много клиентов, потому что дёшево оплатят. Там копейки, да, там прям всё. Если они хочешь нормально зарабатывать, там сидишь... У меня тоже там друг есть, и плетонный мужик, что ты там делаешь? У-у-у-у. Короче... Ты же сходил на твой курс, ну? Нет. Уроку было бы больше. Нет. Я с ним... Он портил нам настроение. Нет, я с ним просто эпизодически танцую, я не смешиваю. Ну, то есть для танцев одно, учёба другое. То прям потом... Он много теряет. Это нюансы. Это его проблема. Ничего себе это звать. Не, ну это мне просто удобно. Что, придумали мне? Придумали там уже свои... Да, давай дальше. Счастье через исцеление или счастье через внутреннюю гармонию? Как вам? Исцели себя сам. Доведи до счастья. А я подержу. Это гармония просто замылила уже глаз. Доведу до счастья. Доведу до счастья. А было же здоровье. Нет. Но я выбрал другую. Всё, не было. На счастье. Доведу до счастья. Это правда? Доведу до счастья. Доведу до счастья. Классный оффер. А если ты ещё какую-нибудь эротическую картинку повесишь и ссоциируешь... Ссоциируешь... Мне же для девочек надо, не для мальчиков. А женщины что, оргазм не получают? Прости меня, пожалуйста. Женщины, между прочим, намного больше покупаются на такие картинки, чем вообще. А, ну согласна. Только не метафорическую. Ну, то есть не надо вагену. Так, значит, любовь в первой школе должна быть. Да. Что придумалось? Во времени. Нет, я хотела сказать, что я задлительная. Первое слово, любовь во времени. Любовь долго, можно сказать ещё. Можно сказать, любовь на всю жизнь. И что-то я тут написала, что любовь успешна, не знаю. Любовь до гроба. И знаешь, так это ты. Мне не нравится, а потому что... Слушай, да. Покоронное агентство. Любовь до гроба. Ритальная суть. В долгую. Любовь в долгую. Кстати, прикольно. Типа не одноразовая, а в долгую. В долгую, да. Или глубокая влюблённость. Глубокая? Нет. Глубокая любовь. Почему ты боишься? Они же теряются за это. Не бойся таких. Ну вот, глубокая влюблённость. Это каждый постамение. У тебя бы я купила. Это не про меня просто. У неё нет. Это просто не про меня. Ну, не знаю. Не знаю. Я бы на твоём месте вот так вот декольте оголила чуть-чуть и сказала, глубокая любовь. Ау, мальчики. Глубокая? Да, и предлагаю. Глубокую любовь. Но мы же сейчас вообще говорим о том, что это просто пока листающий человек, непонимающий. Что ты, конечно, конечно. Почему ты боишься ассоциации сам? Она должна быть аутентичная по поводу того, что я боюсь. Главное, не бойся. Я не боюсь. И то, что ты говоришь про декольте, это всё можешь сделать. Но вопрос, то, что у меня это совсем продукт, другой. Это про другое. Если бы я была в паре с Максимом... Слушай, ну, подожди. Но ты немножко тоже путаешь. Вопрос в другом, понимаешь? А что, любовь в долгую не может быть шальной императрицей? Она не то, что не может, она должна быть в моёме понимание. Это, опять же, разные вещи. Потому что, вот как ты говоришь, есть люди, которые про темперамент и про секс. Это одна категория, скажем так, людей. А есть люди, интроверты, которые совершенно спокойны, нормальны. Раз в полгода достаточно. Людям тоже нужна любовь в долгую? Да ничего им не нужно. Они там кота погладят. И они найдут, какого они уже нашли. И живут с ним долгой, унылой, скучной жизнью. Своей точки зрения. А то это то, к чему ты стремишься? Нет, я не к этому стремлюсь. Я к этому не стремлюсь. Я взяла оба. И в смысле, и в любовь в долгую, и в глубокую влюблённость. А если, ну хорошо, влюблённость. Да, это круто, вот этот сбор, круто. Да, да, да. Вопрос, да, конфликт появляется. Во-вторых, ты ещё просто должна понимать, кто у тебя будет покупать. Телевархитория. Да, те люди, у которых всё хорошо, потому что у них стоит раз в год, они не придут к себе покупать. Вот, и не надо их даже брать в расчёт. У них и так всё хорошо. Там место на кладбище куплено, всё хорошо в них. Не трожь их. А те, кому нужно, понимаешь, что-то бесовчинку какую-то, любовь в долгую. Любовь, блин, извини меня, в долгую, да, и я бы туда ещё на фотку поставила какую-нибудь там эту женщину в костюме в БДСМ такую. Госпожу, понимаешь, любовь в долгую. Но это разные офферы, разная аудитория зацепится. Кто-то не заметит, а кто-то заметит. Я бы взяла эту, как госпожу, себя бы госпожу надела, взяла бы шпильку, взяла бы там мужа или статиста, и знаешь, и как бы, типа подкаблучник, любовь в долгую. Вот он, оффер один из, понимаешь, офферов. Маша, тебе бы надо пошло такого. Я вообще её абсолютно вижу в этом. У меня очень всё хорошо с этим делом, если вы так думаете. Никто не думает. Если я выгляжу как учительница, ты не знаешь, что? Потому что... У неё красная комната. Я не ношу другую. Нет, на самом деле, потому что, если мы там часто слышим «любовь в долгую», то ты представляешь, что ты с ним состаришься, влады тебе принесут. Да, 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 да. И тебе так скучно, ничего нет. А на самом деле как раз вопрос, как сделать так, чтобы с этим человеком, в этих отношениях было классно. Вот, а надо показать, что любовь в долгу это и про секс, и про игру. Что если не пыльное счастье? Или долгоиграющие? Нет, пыльное какое-то... Вот пыль это то, что вообще не шевелится. Вот пыль это... Да, сразу. А не, они слышатся, слышатся пыль. А что-то вообще не про любовь. Это, знаешь, как задоры. Ансамбль задоры. Выступает... С тобой сидит вот туда задорная. Да, вы в лошкарей, знаешь, что-то... Да. Вообще, да, задурает что-то... Нет, на самом деле, любовь в долг... Если у тебя оффер... Ну, это потом на архетип... Ой, навсегда, я говорю, сразу в кладбище. На архетипов несколько, шесть штук, два специально теста проходила, сидела. Раз, два, три. Мать-любовница, героиня-творец Аувартин. А следующая, мак-мудрец... Слушай, да мне плевать на твои тесты. Что это значит? Ничего не понятно. Ничего не значит, тесты проходить не нужно. Ты можешь быть той, какой ты хочешь быть. Вот если для твоего продукта любовь в долгую, будет классно работать, а ты яркая, ты взрослая, но при этом ты харизматичная, сексуальная, яркая, добивающаяся, ты не вот эта вот Маша... Я замужем, борщ вот эта вот. Знаешь, какая-то любовь в долгую, в борщок. Это борщи-то, я не понимала. У меня лучше борщ в мире, чего вы ассоциируете с какими-то странными женщинами? Я три раза замуж, из-за борща вышла вот так вот. Чего вы паришься вообще, это борщ? Это вот те, кто не съела. Ну, это моя шутка. Это моя шутка. Это на контрасте, что все думают, что ты его не умеешь. Да нет, понятно, что... Да нет, понятно, что... Да прекрасно. Господи, да отстаньте вас борщать. Ключевой не борщ. Ключевой в том, что любовь в долгую. У тебя есть ассоциация, что любовь в долгую – это скучное, унылое занятие. Вот. И ты там варишь борщ, там сидишь с ним, умираешь, сушишь сухари, там вот это вот все. Вы там дача, собачка. А у нее там эти скучные. А у нее, а она там, понимаешь, как бы и тогда любовь в долгую, и ты там такая в образе домохозяйки, будет странно смотреться, но любовь в долгую в образе секс-горничной будет лучше и больше привлекать внимание, потому что это будет контраст. Я поняла, да. Понимаешь? И вот это как раз про архетип. Что для твоего продукта, как архетип будет, если она любовь в долгую и это, и вот эта вот мать Тереза, блин. Никто у нее не купит, потому что никто не хочет этой матерью Теретой быть. Ну, может, кто-то и хочет, но, блин, черт поляре, я таких не видела. Мне не попадаются женщины, которые не хотят. Ясное дело, что они от тебя отлетают, как горох от стенки. Ну, они, может, есть, но я не видела. А ты видела? Да. И они счастливы? Нет, счастливых не видела. А, вот, но я можешь прощать тебя. Счастливы, да, вот спокойны, совершенно обстановки. Она с утра пошла, всех отправила, детей своих взрослых уже там куда-то в школу. Ну, там каких-то, я имею в виду, взрослых, не младенцев. Вот, потом поехала на работу, поработала спокойно с маленькими детками всю сему-сю-пусь. Вернулся домой, ей ничего не надо, учиться не надо, она ничего не хочет. У нее все нормально, муж хорошо зарабатывает, вот просто ее возят. А что она покупает? А что она покупает из того, что мы обсуждаем? Какие? Кроме продуктов. Из психологии ничего. Даже личной психотерапии нет, несмотря на то, что она психолог, вот конкретного человека я сейчас описываю. Она очень нацелена, например, на вещи какие-то. То есть ей вот шмотки ее интересуют в большом количестве. А ты говоришь, не интересует, Нихалина. Нет, ну подожди, ну я имею в виду движение, понимаешь? Вот по поводу борщей, вот ты говоришь, она хорошая хозяйка, у нее там все, это блюдо такое-то, секует, мей, кое-то. Ну, ей нравится это. Готовят праздники, например, вот ей там в Новом году начинают готовиться там середины, с начала ноября. Это как отлично. Вот, хорошо, хорошо, я не против, как бы, но я имею в виду, что вот... Она для мужа или для подруг окружения? Для всех подряд, и для родителей, и для свекрови, и для все. У нее очень, там, шаг вправо, шаг влево, такие люди, как вот, там, да, ее очень сильно раздражают, она боится насильно. Да, вот абсолютно, да, 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 да. То есть она вообще не понимает, почему надо что-то делать, куда-то идти. У нее все хорошо, все в тени в болоте сидит, все прекрасно. Слушай, ну, муж-то ее за что-то содержит, может быть, она там в плане секса, ого-го-го-го. Ну, не знаю, сомневаюсь. Вот. Ну, в смысле, сомневаюсь, но он же не просто так не живет. Да ему, ну, муж, может быть, и, да, почему-то социальная, ну, муж же стабильность, да, все же наформлено, все наформлено, все наформлено, со своими отношениями налажены, все прекрасно. Так ты такую жизнь предлагаешь, как быть содержанкой? Нет, нет, нет. Нет, она не содержанка. Она не содержанка, она работает, у нее есть свой доход. Просто там, как бы, вот другие совсем ценности у человека. Это не плохо. Нет, это не про семейный. Нет, подождите, мы, подождите, мы, подождите, мы говорим про другое. Мы говорим... У меня все хорошо. Да нет, вопрос не в это. Она просто тебе не придет. Вот, вопрос в том, что какой продукт для кого-то ты делаешь, для нее? Нет. Ну вот. Продукт для тех, кто хочет оставаться в одних отношениях, но при этом не понимает, как. Ну, потому что есть, например, там те же самые, там, семейные нормативные кризисы. Там, в семье, в каждой семье случается вот это вот... И так хочется развестись, невозможно. И что с этим делать? Как все-таки... Как все-таки... Как все-таки... Разводиться, да? Ну, нет, ну, разводиться, это не плохо для кого-то. Человек счастливый быть в семье, счастливым. А про семейные кризисы ему знать вообще нахрен не надо. Просто ты скажешь, я знаю, как сделать так, чтобы тебе с твоим мужиком было кайфово. Вот она, твоя клиентка. Она хочет счастья с мужчиной в семье. Все. Ничего не надо ей. Вот это вот, как начинается, блядь, кризисы, не кризисы, нерезы, эпикризы. Он будет кайфово, классно. Да, кайфово. Я хочу с ним, да, я хочу семейных отношений. Чтобы мне с ним было кайфово до конца дней. Чтобы он, как я, ходил на куда-нибудь в горы или не ходил, отпускал меня одну. Чтобы он не требовал, как все мои почему-то мужчины, хотят, чтобы я их слушалась. Что? Да. У меня все мужчины мои начинают со мной встречаться и хотят, чтобы я слушалась. А что ты слушалась? Я не знаю. Что вас это подразумевает? Любовь в кайф надолго. Ну, типа, как сказал, так и будет. Типа, он главный в семье, чтобы был. Я правильно? Нет. Просто я должна слушаться. Я не знаю. Они не чувствуют себя мужчиной рядом с семьей. Да, потому что ты сильная. Они себя, она обесценивает присутствием своим их... Так, не будем разбирать. Но есть доминирование и подчинение. Оставим как есть пока. Должно быть и так, и так. Нет, просто вот эта фраза, которая все время слушаться, я собачка, что ли, слушаться? Она меня просто вызывает наоборот, протест. Я не хочу слушаться. Я пасхал, что такое сомпочки выр. Давайте дальше, поехали. Вы просто поменялись вот это? У меня это диссонанс случился. Радость в работе и в жизни. Да. Спасибо. Прекрасно. Да? Удовольствие от работы и жизни. Да. Счастье. Счастливо работаем. Между... Да у меня так и было. Да, да, да. У меня так и было, да. Ну... На работу как на праздник, на праздник не работает уже? А на работу как на праздник можно, да? Да нет, конечно, говно покоится. Да, советский лозунг. Это понедельник начинается в субботу. Ага. А с кем сработает? Кому? На работу как на праздник? Ага. Никому. Конечно, на вызывание работы сработает отлично. Все прекрасных... Во-первых, большинство хочет меньше работать, больше получать. Да. Это правда. И это возможно. И это возможно. А во-вторых, есть трудоголики, которые получают удовольствие от своей работы. Но это не праздник. Это зависимость. Это зависимость, конечно. Это компенсация. Компенсация, да. Это сублимация чего-то во что-то. То есть как бы у меня тут вот не получается в отношениях я истеричка. Давай я лучше поработаю, вместо того, чтобы с тобой истерики тут устраивать и нервничать самой. И ты живой останешься. Я солью истерику, да? Любовь без истерик. Нет? Нет, слушай, ну истеричка... Нет, во-первых, истерика, понимаешь, она заводит мужиков. Да ну нет, а глобально заводит. Для мужчин это уже истерика, истеричка, это как диагноз. Они боятся слова этого. Слово нет. У меня никто не боится. Они все привыкли. Без драм нормально. Не без драм лучше. Да, прям драма... Просто даже песня, там та-та-та-та, вот эта истеричка, и это прикольная песня. Да, я истеричка. У меня, короче, нет негативного контекста в слове истеричка. Нет, ну да, тем более истеричный кусочек, а есть кто, кого есть. Ну это же не истерика. Конечно, не истерика. Ну надо другую гостю. Но драма это... Давайте дальше. Да, и при этом ты можешь... И там такая дама сразу... У меня удовольствие. Я думала, через любовь к себе, но это как-то скучно вообще. Вообще уныло. Хороший вопрос. Через свидание. Она как Макс, только девочка, да? Ты правильно? А можно удовольствие через свидание? А можно через секс? Нет, у меня не про секс. Боже, почему вы себя секса боитесь? Почему боитесь? А почему вы не продаете его? Ну потому что у меня продукт не про секс. Хорошо. Ты сказала как Макс, а у Макса про секс. У меня больше про глубинную работу с собой, любовь к себе. И немножко отношений. Вот я не хочу глубинной работы с собой. Вот к себе. Это уже прям вот реально. Задолбали вы. Задолбали уже все со моей глубины. Гланды. М? Что ты писать? Я уже не знаю. Ну что ты продаешь-то? Мне зачем ковыряться в своей голове? Чтобы ты получил удовольствие? Мне кажется, легкость, магнетизм какой-нибудь там. Вот такая вот семья. Женственность какая-то. Да. Женственность. Ну, сексуальность. А, у кого-то там тоже, у кого этот оффер был? Научу быть женщиной. Научу быть женщиной. Научу быть женщиной. Научу быть женщиной. А я кто? Ну, то есть, я что, мужчина? Многие себя, как это говорят, не дефицируют. Какое первое слово? Ну, все-то знают, что они женщины. Ну, или легкие спальки. Сейчас уже, знаешь, есть мужчина уже. Я мужчина, там. Есть. Вызывай меня Вова. Или магнетизм. Слушайте, у меня друг оператор, вот перед праздниками переехал в Голландию, сделал операцию по смене пола. Звонит мне на Новый год 31 числа. Ну, что-то, как он в баню пошел, тоже скажу. А? А он мне позвонил, я смотрю, он изменился. Я такая, не понимаю, что происходит. Он по видео, что ли? Он такой, типа, а ты меня таким примешь, а у меня рот вот так вот отвис, он встает, он в юбке, у него грудь, он там, а я просто, я его 10 лет, я 10 лет его знала, как Мишу. Он, типа, у меня, нет, Мика, Мика. Он такой, камень, а вот, и я, что Миша, я говорю, это шутка, у меня не доходит. Он говорит, нет, показывает мне руки, у него руки там абсолютно вот такие. Гормональная перестройка, да? Нет, да, нет, это гормональная. И гормональная, у него лицо изменилось, и я такой, блядь. Я говорю, это шутка, а у меня вот так вот. Он такой, нет, ты меня таким примешь, я говорю, ну, типа, да. Выключают этот ноутбук, сижу, такая, у меня дети сидят, надо мной, говорит, мама, тебе водички принести. А у меня реально полный шок, я 10 лет человека знала, у меня даже мысли не было, что у него вот такие мысли. Он собирается возвращаться в Россию. Я не знаю, собирается он возвращаться в Россию или нет, я даже не спрашивала. И я очень, и я очень не хочу даже с ним знакомиться в этом, в этом, в этом новом ампуа. А у вас было, что вы 10 лет знаете, и через 10 лет узнаете, что это раньше был мужчина, и вы в жизни не поверите, что это, ну, твоя знакома? А вот у меня было. Я клянусь, и мы никто, ни один ее мужчина не знает, что это бывший мужчина. И мы вот просто собрались быстро раздеваться, но и мы не поверим, ну, просто надо все посмотреть. Но это, ну, клянусь, и до сих пор мы не верим. Ну, конечно, 10 лет мы знаем человека, ну, лучше, чем мы в 20 раз. Ну, да, вот, женственнее, привлекательнее, ухоженнее, там все просто. И голос, и нет КДК, ничего нет там. Ну, все есть, все красиво. Да, и оказывается, в 16 лет эта операция была сделана по всем пунктам, все-все-все-все. И мы 10 лет знаем, мы даже не подозревали, ни один мужчина, который был с этой женщиной, не подозревает, что это бывший мужчина. На каком моменте она рассказала? Ну, на моменте... Мне кажется, не туда. Ну, это просто пипец. Ладно, поехали дальше. А что, если там удовольствие в использовании своей женственности? Только вот как-то надо... В использовании... Или что удовольствие? Счастье или удовольствие? Через что? Через женственность. Ну? А тебе от твоей женственности какое удовольствие? Удовольствие через женственность? Ну, да. Ну, наслаждаться собой, любовь к себе, вот это вот у меня. Вот наслаждаться собой тоже. Если это не про мужчин, зачем тебе это удовольствие? Не, зачем? Не зачем? Не зачем. Мы хотим красиво иметь, чтобы нравиться мужикам. Ну, где-то там, да. Или конкурировать с другими женщинами. Ну, чтобы нравиться мужикам. Ну, если мы не лесбиянки. Ну если у тебя про это, то да Если про сексуальность, то что-то там, да Чем заканчивается-то? Там же свадьба А ты бежишь от свадьбы, от секса, от мужчин Ну это понятно, это уже как боль Сбежавшая невеста Поменяй пять партнеров за один вечер Опять, чтобы что? Чтобы доказать Они же что-то доказывают, доказать, что я крутая А в чем крут? То есть потерять 50 часов энергии, что бы что? Девочки, которые задолбались в ужасных отношениях, там, с абьюзерами, еще с кем-то Тогда ты продаешь свободные отношения, секс Свободные отношения Просто ты сама боишься как будто признать это, принять Как будто это плохо, да Это не плохо Но в свободные отношения моим девчонкам не зайдет Мне кажется, здесь больше про знакомство с собой Король, кайф в отношениях Но она отношения продает Она говорит, девчонки были в абьюзе Кайф в отношениях, счастье в отношениях Или уверенность сексуальность Или наоборот, будешь это... Да у тебя абьюз уже, да задолбал он Без граммы Он чихнул в твою сторону Абьюзер, сука, блядь, нахер На самом деле, это абьюз энергии можно самой Сами женщины создают И просто иди в зал позанимайся И все Да слушай, мы все абьюзеры немножечко Там токсики, абьюзеры У каждого можно дирамус поставить Просто кайф в отношениях? Ну кайф, если ты продаешь кайф в отношениях То продавай кайф в отношениях А не вот это будем прорабатывать твой мозг Пока у тебя морщины не появятся А у тебя есть отношения? Или просто свидание? Есть отношения, много Понимаешь, почему пять партнеров? Сама, как бы, вроде это Моногамная стабильность Моногамная стабильность Когда мы говорим о том, что мы знаем Таким языком, сразу нет Может, тогда полигамная стабильность У нее полигамная Не моногамная, точно Да, полигамная стабильность Да ну честность в отношениях тоже Все врут Я не куплю честность Я тоже не куплю Зачем? Зачем мне за честность деньги платить? Ну так Я так честна Ее можно бесплатно Сколько угодно Скучно А у тебя точно? Мои девочки крепкие Они такие хорошие Все правильные А я их учу, наоборот, быть эгоисткой О, отлично Продавай эгоизм Учу быть плохой девочкой Эгоизм продавай Продавай эгоизм С удовольствием через эгоизм Да Счастливая эгоистка, ё-про-с-э-те Да Эгоизм, как стиль жизни Да Научу быть плохой девочкой Научу быть плохой девочкой Ну, отлично Ну, кого-то отталкивать, кого-то нет Меня, допустим, будет отталкивать хорошая девочка Которая копается в моей голове Курс по сучингу Научу быть По сучингу Сучинг вообще идеально Напиши курс по сучингу Сучинг Вынос мозга на пятерку Это прям можно ко мне на курс Ну нет, это да Это очень Нет, вынос Это слишком А вы сучинка В смысле? Она хорошая девочка Но там Но Сибонсой Хорошая стерва Ну нет Эгоистка Эгоистка Заходит Эгоистка заходит, да Потому что всем Хотят Все мы хотим Немножко Нам в детстве Террили Не будь эгоисткой Делись с ближним Не будь меркантильной Будь правильной Слушай, но если это так страшно Счастье через гедонизм Ну Да ну что такое Как есть книжка Что хорошая Как это Да, хорошая девочка Нет Ну да, да Короче Научу быть плохой Нет, эгоистка Мне как кофер Эгоистка Блин, очень нравится Прокачай свою эгоистку Качни эгоистичность Хорошо Если у тебя приходит Хорошая Хорошая Может тебе Подожди Куда они пришли Это первое касание Они тебя Они никуда не пришли Они тебя должны Просто увидеть Потом дальше Следующее будешь писать Они еще не пришли Когда они пришли Можешь продавать им что угодно Они же мечтают Быть эгоисткой Они же мечтают Но, кстати Эгоизм И эгоистка По-разному звучит Да Тут надо именно Эгоистка Конечно Стань счастливой эгоисткой Счастливой эгоисткой Лучше быть эгоисткой Счастливой эгоисткой Ну, они Не все понятно Кого их? ЦА Откуда ты знаешь Где твоя ЦА? У тебя сейчас Твои пять девочек Которые к тебе приходят Мы говорим про первое касание И тот офер Они могут говорить одно А дома там знаешь Быть до кихи Мечтать О таких сучках Конечно Да Боишься признать Как же ты сейчас боишься признать Они там все так же прикидываются Прикидываются Девочки, которые не готовы Выходить из этого Тебе же наоборот Они такие будут сидеть Либо ты можешь транслироваться Просто как сексолог Типа и так или иначе Там так же Ты же работаешь Вот опять же С их мышлением Вот там сексуальность И дела И будешь Там курсы по сексу Можешь что-то рассказывать И говорить Что мужиков можно Научу быть секс Ну типа Ну тут мне кажется Либо так Либо да Секс-эгоистка Секс-эгоизм По такому оперу Как раз придут Такие девочки Которые хотят Выйти из хорошей Слушай Мне кажется Что любая хорошая девочка Она на самом деле Очень хочет Даже больше чем плохая Она хочет Да конечно Она не признает После работы не признает Тебе не надо Выбить из нее Признание Она должна Увидеть это И сказать О это про меня Чтобы зацепилась Тайно Тайно проголосовать А то есть Кем она как бы Хочет стать Конечно Придет она к тебе Может быть К запросам Из серии Ой мне надо Почистить холодильник Да 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 А можно экран поменять Удовольствие через эгоизм Нет Счастливая эгоистка Счастье в эгоизме Удовольствие Быть счастливой Хочу и получу Хочу и получу Да Хочу и получу Тоже Хочу и получу Хочу 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 И получу Обращайся Интереснее Ну Про эгоистка Более Да Хочу И получу Нет Как оффер Конечно Можно тестить И то и то У них подтекст Даже не найти Другого мужчину А в основном У них все мужчины Кто Они хотят быть Сами Управлять А теперь Хочу Получаю Они же все Стремятся к тому Что много мужчин И много дорог Ну почему-то Это же их стремление Я хочу Вот как у нее Почему ей все А мне ничего Ладно Давайте дальше Андрей Сложительный результат За 60 секунд О чем Это что Это что Тест на ковид Нет Нет Непонятно Представь ты Видишь слоган Ты не понимаешь О чем это Во-первых У тебя первое слово Успех Ну так успех Или популярность Ну успех Или популярность Первое слово Подвижение Может быть первым словом Популярность Ну тогда хорошо Успех Популярность За 30 Успех за 60 секунд Это знаешь Как вокруг света За 60 дней Это как угадать За 60 секунд Это скучно Нет Это непонятно Ну это непонятно Ну и что А о чем это Ну то есть Как бы вообще Через видео Или что Успех за 60 секунд Скорострел Так лучше было Ну хороший оффер Можно добавить Конечно через визуальный контент Или через фото Видеоконтент Через фильм Через ролик А нельзя ли просто Запечатлю ваш успех О класс Это как фотограф на свадьбу Такой Ну я имею ввиду В каком-то таком ключе Запечатлю прикольно А тут Тебе надо зацепить Про продвижение все-таки Про какое продвижение Зацепить нужно сейчас Первое Человек Ты нет Ты Подожди Ты блять Ты его успешным не делаешь Ты не коуч Ты можешь снять его Твоя услуга Съемка Зачем ты пытаешься Впихнуть в съемку Не съемку Какое нахрен Продвижение Я уже как человек Мне Вот я тебе честно говорю А сниму ваш успех Я тебе честно скажу Я не работаю с людьми Которые мне вместо того Что я у них заказываю Пытаются туда креативы Напихать Если я хочу оператора То я хочу Чтоб он мне снял То что я хочу Мне контент Который я буду использовать Если мне надо будет понять Как мне его использовать Я найду копирайтера Найду еще кого-то То есть найму тех людей Которые закроют мне эти задачи Какое нафиг продвижение Ты оператор Который снимает меня Ты должен это делать Качественно съемку А не продать мне продвижение Ты мне продаешь видео Я у тебя услугу покупаю А ты пытаешься продать Что-то другое Понимаешь? Сниму видео вашего успеха Сниму видео вашего успеха Сниму Видео Конечно Сниму видео твоего Это мое решение Что я буду с ним делать Понимаешь? Это другая Уже Другой профиль Сниму видео твоего Твоего успеха Снимаю успешных контент как роскошь снимаю успешных снимаю успешных вот он тебе успех вот тебе съемка нет никакого нагромождения продвижения да может я не хочу продвигаться может его я солью твой контент завтра и смонтирую из него ролик про чебурашку или может быть я хом видео вообще хочу это увидит моя будущая жена я для нее специально снимаю или муж там какой-нибудь снимаю успешно режиссирую жизнь стиле old money сейчас они тоже все вот все он банил баню вот это но это же сложно снимаю успешных мне нравится да потому что может быть во первых во первых это просто не снимаю успеш слушай он для этих пока пока еще нет да слушайте снимаю смотрите в чоку что классно я снимаю успешных во первых тут сразу съемка во вторых успешных каждый человек сука хочет чувствовать себя успешным и у него такое ощущение что если он меня снимает на все успешны это как будто заказать себе самой что я успешно то есть я у тебя скорее я скорее куплю фотограф который у которого offer снимаю успешных чем просто там быстрая съемка съемка за 24 часа съемка плюс контент съемка за 60 я снимаю успешных потом тут еще непонятно это будет реально флирт или съемка или что но вот именно вот эта двусмысленность не но там живут конечно нет но все равно слова но имеет такое некое да снимаю успешных вообще классно я потому что куплю я то не хочу себя лузером чувствовать я скорее даже если я лузер я куплю все равно у того кто мне скажет что я успешно то меня погладить по головке и скажет маргоша ты успешная да хорошая девочка понимаешь молодец а то вот это контент я продвижение говна ложка вот это я говорю я с такими не работа мне когда начинают вот в уши срать и ты таргетолог блять ими таргет не надо мне креатива не надо мне исследовать целевую аудиторию вот тебе целевая вот тебе это настрой мне таргет начинается участие во все учат этому засуне куча всего в свой оффер чтобы прям вот и на деда мороза и на страшилку и ничего на кого-то давай идут сначала без цифр здоровья через питание коротко понятно дамки что и по цифрам я прошлась два варианта его 7 килограмм за неделю и минус 10 килограмм за три месяца но это значит уже избитые офферы потому что никто не верит в это в минус 7 килограмм за неделю вот это вот и в минус 10 ну то есть как бы она такое знаешь тип цифры да ну не то да то есть там здесь килограмм за три месяца то есть как буду ездить топлю жир все до свидания вот просто каждый у кого есть проблема топлю жир я будут сразу я бы не прошла я в это не верю что ты еще добавить можно здоровье честь буду есть за тебя да 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 ем за тебя ты худеешь а я подключить тогда возраст именно 45 50 плюс потому что это климактерический возраст так как варе 65 плюс это люди с деньгами ну то есть как это можно сюда ягодка вот я говорила ягода ягодка мне такая ягодка у меня совершенно другая ситуация извините меня нет у меня другая ягодка знаешь как когда если мне кто-то называет ягодкой в мои 50 лет я наверное выбью глаз а вот потому что мне не хочется быть ягодкой вот малышка еще что-нибудь вот а я а ягодка это уже в контексте климак климакса ты совсем другая нет нет ни тыковка ну да ладно у каждого своя фантазия а ем за тебя а начиналась помнишь что все я знаю какой продукт съесть чтобы получить да вот вот это было интересно а там как бы здоровье через еду она хочет как она видишь о здоровье через питание понимаете когда у меня женщины беременеют и не один и не два человека когда у меня извините у женщин дерматит проходит когда у меня скидывают по 20 по 29 килограмм то есть ну но у тебя я просто хотела все-таки подчеркнуть про возраст как можно вопрос в этом здоровье через питание подвоза зачем ты так начнешь хочешь у тебя беременею там же в 20 потому что здоровье и либидо ну как хорошие либидо через питание вот что-то такое сейчас уже знаешь с нашим питанием уже 20 здоровье для секса здоровая для секса кстати гормональное счастье того что то ну такое просто не бревно гормональное счастье она маленькая таблетками и гормонами попачивает я извиняюсь и эндокринологом да да вот это просто да я знаю конкретно счастье через секс 45 баба ягодка опять сексуальная вспышка не равно отдыха так счастье через секс 45 да подожди а как счастлива в сексе тоже кстати как непонятно на кого она женщинам или мужчинам про женщина вот мне из офера непонятно счастлива так он будет показана в сексе то есть как здоровье как питание то есть понимаете просто чтобы была сперма нужно кое-что съесть чтобы было было фрегидный надо тоже кое-что съесть а мы с пустоты я думаю зачем я подожди зачем я ем у меня теперь есть оправдание и поэтому вот как вот просто здоровое питание ну не знаю здоровье через питание ну скучно банально конечно очень скучно здоровое сексуальное питание здоровое сексуальное питание все этим все сказано и возможности эротичка не нравится и ничего больше не добавлять сум аль на я и там все а если диетическая магия диетическая магия но просто в т.п. это больше более расширенно распишешь если бы вы почитали здоровое сексуальное питание какие были бы у вас у меня прям возникает и посмотреть что это да у меня тоже самое интересно что и понятно что здоровье питание и сексуальность конечно и и реально вот непонятно что это и хочется посмотреть да то есть на второе касание я зайду где ты держишь какой-нибудь не знаю папайю я могу себя сфотографировать только только с папайи разрезаны до но это уже отдельный продукт меню для возбуждения да 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 это уже папу под оффер скачай вот это вот бесплатно да 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 я поняла ну типа литмагнита до до после меню на два дня до меню для секса но для романтического там романтика не нужно романтики секса да то есть как как то есть ресторане да нет и серии и серии там тебя соль а сексуальное слово не забанят нет чего и что нет до чего подождите чего банить сексуальная ну порно банят там всякое знаешь как бы там уж прям да ничего не сексуальное белье сексуальная одежда до порно питание тоже класс да 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 нет просто я говорю меню для секса это прикольная штука потому что это что это же там типа для с одной стороны для романтического ужина с другой стороны я понимаю что если у моего мужчины не очень стоит 45 чем не его кормить чтобы у него получше стояла я через питание могу сделать все вы круто прямом смысле просто питание меня методолог то есть она кстати это большая проблема для мужчин 45 лет они очень комплексуют бедненький от 45 это же женщин женская боль что мужчина стоит вот и сделаю что ну муж и мужская боль тоже и мужская женская у меня женщина приходит который не могут кончить то есть и мы восстанавливаем чтобы они просто могли не были фригидными я не знаю фригидный женщин у меня не тоже меня проходят стесняется нету я правда не знаю у меня нет ни одного про фотография и вот со мной получишь оргазм мужчина короче смотри все просто твой баннер значите когда-то там блин как это здоровье через сексуальное питание ты правда стоишь с какой-нибудь этой вот папайей разрезанный все достаточно тебе переходят то что интересно что это ты рассказываешь о себе а дальше меню для секса или порно меню скачать гайд все это у касается я бы скачала да да чтобы восстановилась какая-нибудь там функция вот это уже да это уже платно здесь платно да еще пришли не анализы крови и размер пениса своего партнера макс такой думает блин бабы ебнутые я записываю давай максим мы к тебе пришли у меня сначала вопрос мы этот оффер короткий придумал визуал или что ничего почему такой короткую оффер чтобы написать чтобы первое с тобой соприкоснулись и поняли про что ты где люди это будут видеть на визуале реклама ну да да хорошо окей господи как много ты думаешь а даже больше чем я а если например но тоже вопрос такой например мы делаем сделали вот этот визуал например про хорошо потребность про соблазнение но я например в тексте пишу другой оффер например про ну при этом про секс про отношения еще что-то так может быть да тебе тебе главное чтобы заметили и что ты про человека это вопрос просто не в рекламе сначала вид просто картинку а потом уже открывать и видеть да да не могу не нажать то есть принципе как бы если я сейчас вот этого делала соблазнение то она всегда везде на все другие офферы потребности будут транслироваться просто как картинка правильно нет ты можешь соблазнение для юристов соблазнения для еще кого-то не я понял это я понял посмотри я вопрос тоже не понимаю вот картинка то есть там например там соблазнение то 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 человек открывает а дальше offer например для айтишников больше не про соблазнение а про он там отношения задача твоего первого касания просто чтоб человек увидел что ты про него и увидел что у него все есть эта потребность и заинтересовался тобой потому что если ты нам напишешь я ковыряюсь твоих мозгах буду долго и насильно изучать свой мозг насколько вроде знаю слышал что соблазнение банят рекламы ну вообще эти тему банят давай-ка откровенно откровенно но мы пока оффер делаем а дальше знаешь как это да хорошо если банят я просто не пробовала двоеточие прокачая свою уверенность и привлекательность еще вариант соблазнение запятая как искусство очарований еще вариант соблазнение двоеточие от теории к практике еще вариант эффективные стратегии соблазнение все-таки хочется яркости какой-то провокации волки и львы тогда они все хотят быть яркими они не думают они не думают они хотят такими они должны лайкнуть они себя так ассоциируют от их как-то слишком да а ты такой мурзики как будто этим они не лайкнут они типа ему муртики соблазнение для муртиков котиков но у меня все мурзики и котики посмотрел аватарки а я всех своих мужиков то мурзиком то котиком зовут оберти нормально что они хотят увидеть да да если они должны с ассоциироваться с твоим продуктом они должны увидеть что они с твоим продуктом станут более яростные более такие ах и все бабы штабелями 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 все их будут хотеть кентавры какие-то ну а ты такой мурзики не знаю насчет бисенка он и так нечего нет но вот кентавра на владе искусством с воздействием как будто вот хлебушек да вот прям без зубов жевать надо да 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 правда абсолютно соблазнение как игра соблазнение соблазнение без границ соблазнение как поход в театр соблазнение как мастер выпусти своего зверя да соблазни меня понимаешь можно даже так да 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 соблазни меня даже хочешь женщину я точно знаю хочешь хочешь но мог соблазни любую женщину только для соблазнение это просто не это самое не звучит ну избит а что соблазнение да ну на хрена ему любая он хочет соблазнеет тигрицу да я утрирую что-то такое ну то что королева да ну королевы тоже неинтересно что но это как у андрея должны соблазни быстрее зрите на то да да мы там посмотрела миоа она уже вот и черт генерал искусство славянин черный квадрат малевич и успешно соблазни успешные успешную ты conflict не успешных вот тут во множественном числе, тогда. Соблазни красотку. Ну, а что, мужчина красотка? Соблазнение покори и властвуй. Да что ты их всех властвовать-то хочешь? Не знаю, это мне не рассеть водаёт, а хотя бы что-то подозрит. Он пытается с невросеть, что он говорит. Сам подумай. Пусть она хоть придёт на свидание, какая власть? Пусть мокрая придёт, да. Хотя бы. Доведи её, почувствуй её мокренькой. Утоли её жажду. Соблазни её. Они не хотят соблазнять. Они хотят сразу, чтобы это скучно. Это такое ощущение, что какой-то доклад мне надо будет прочитать. А я хочу хоп-хоп и в дамке. Точнее, он хочет. Видит, отшлёпать там постоянно. Какие-то странные такие фантазии. Может быть, это просто ко мне так применимо, что я сука такая. Но суть не в этом. Суть в том, что все хотят доминировать, быть ярким, яростным. Почувствуй, как все тебя хотят. Да и зачем все? Управляй ей. То есть как-нибудь, не знаю, мне нравится. Управляй соблазнение. Соблазню демократы. Мокрое соблазнение. Соблазни демократы. Монополия, да. Или там... Генерал джи. Можно целые эти ролики, да? Да, да, да. Да, да. Они же сидят вот такие, задротно. Их языком... Найди точку джи, да. Квен. Генерал джи это делал. А что, дойди до точки джи интересно уже, мне кажется? Конечно. Я бы такое купила бы в тетре, знаешь? Да, я бы тоже, кстати. Но вместе их. Они понимают этот язык. Да какой, блин, алгоритм? Мы не на высшей математике. Дойди до точки джи. Ну, как-то надо поиграть еще. Доберись. Доберись. Дойди до конца. Ладно, успешное соблазнение. А успешное? Ну, что это скучно все. То есть соблазнение... Разреши себе соблазнение. Да ну нахрен. Нет, ты должна быть прям вот яйцами звенеть. Это слоган должен. Да, что да. Что он просто, да? Что-то у нас не звенит. Ну, не у нас. А, ну возьми яйца в свои руки. Зазвени. В смысле для мужика возьми яйца в свои руки? Это как-то странно. А что? И приготовь глазунь. Ты еще оближи яйца соседу, блин. Ну, типа соберись. Тряпка. А, кстати, хороший слоган. Соблазнение, соберись, тряпка. Смешно, кстати. Соблазнение, соберись, тряпка. Да, да, да. Ты пытаешься еще санкоседе попробовать? Направь яйца к дочке G. Хотя бы найди. А не яйца. Яйца сосрать. Позвени яичками, да? Да. А, все позы соблазнения. Все позы. Или навигатор оргазма. О, да. Навигатор. Да, навигатор оргазма тоже. Это соблазнение, кстати. Навигатор соблазнения. Навигатор соблазнение? Ну, как-то, не знаю, скучно. Навигатор оргазма мне тоже больше нравится. Но это для женщин. Да, да, да. И для мужчин. Навигатор соблазнения мне, кажется, неплохо. Потому что мужчины не хотят оргазма. Вот надо мужчину спросить, как можно. Ты хочешь оргазма? Нет, но для оргазма это, наверное, для сексологов очень хорошо бы подошло. Ко чему? Ну и для психологов. В смысле, если у нее нет оргазма, то виноват не ты, а ей к психологу? А они все так рассуждают? Да. Значит, женщина, ну что, ты кончила? Нет. Так от утра хаться научишься. Сходи к психологу. Да, к психологу. Желательно к мужчине. И пусть он тебя научит. Какой психолог? Зачем психолог, если есть ты? Да. Это ваша же проблема? У тебя там куча способов. Но чё соблазнение? Куча способов доставить женщине удовольствие. Стань дамским угодником, в конце концов. Куча ей один способ. Трахни ее. Ты еще сто один способ соблазна. Да ну, сто один способ. Да никто не хочет. Я вообще не сказала, знаете, как его? Нана Казанова. Маленькая. Ну, он же в новой эпохе. Нана Казанова. Макс Казанова. Казанова, это ведь и легенда. Не, ну подожди. Казанова, он легенда для мужчин. Мужчины хотят сами быть Казановыми. Так, а он же их ему продавил. Стань как Казанова. А, кстати, Стань как Казанова. А просто может быть Казанова? Больше женщин, больше денег. Можно просто писать Макс Соблазн. Ну, и будет с ним приходить таки хорошо. Да, да, Макс. Максимка. Привет. Давай-ка, Мику. Нет, там Макс не его имя, а Максимальный Оргазм. Ой, Максимальный Соблазм. Оргазм лучше. Максимальный Соблазм. Максимальный Соблазм. Ну, мне понравилась идея визуала Кентавра. Мне тоже вот это. Максимальный Соблазм. Стесняешься? Кентавра стесняешься? Максимум Соблазм. Кентавра не хочу. Во-вторых, еще Соблазнение банят. А Казанова? Вроде банят, да. Да, вот у меня, когда мы работали в команде, действительно, мне этот даже коллег говорю, банят, банят. Не знаю, мне кажется, у тебя вообще слово знакомство, мне кажется, у него знакомство быстрее купят, чем все остальное. Они же знакомиться не могут. Или они у тебя все познакомились и дальше перейти не могут. Ну, ты знаешь, они как бы, блин, вообще в целом, если говорить про знакомство, они по факту, они не умеют знакомиться, но они думают, что они умеют знакомиться. И типа проблема не в этом иногда. Только когда на практике они скажут. Они ходят на свидание, но им не дают? Или они не ходят на свидание, потому что боятся пойти? Они не ходят на свидание, потому что не дали. Когда-то не дали, да? Да. А эффективное свидание, как вам? И фоточка Макса в виде кентавра. Скучно, да? Скучно, да. Это какое-то такое пресное очень. Хочется в соблазниках, на самом деле хочется соблазна и... Максимум соблазна. И банят, ну что-то банят, а что-то не банят. Яндекс.Директ не банят, точно. Потому что кинки пати-то продают. Я бы продавала через... Гарантирую секс на первом свидании. Да, секс на первом свидании. Да, они же так ведут, они так хотят секса на первом. Учу? Секс тоже банят. Ну, не везде банят. Кекс. Да. Можно, да, кекс. И будет кентавра с кексом. Кекс. Да, это круто. Кстати, да. И написано кекс на первом свидании. И кекс течет. Гарантия. И кекс течет. Да, да, да. И везу гарантия. И везу гарантия, да? Кстати, везу гарантия. Да, да, да. Гарантирую. Блин, это офигенно. А макс такой, облизывает, облизывает. Надо видео сразу снимать. Нет, это круто, мне кажется. Конечно. Везуал тебе придется. А можно даже на втором свидании? Да ну, на втором. Они все хотят на первом. Любая даст, о, соблазнение, любая даст на первом свидании. Ну да, это не забанит, наверное. Если только не ешься. Но ему же любая не нужна? Так нет. Она даст. Любая. Она даст. Любая. Какую захочешь, так и любая даст. А кекс тогда зачем? Ну пусть два разных. Он кекс купит, принесет кекс. Да, мы говорим, любая даст на первом свидании. Мы же имели в виду кекс на первом свидании. Ну это конкретно. Любая даст на первом свидании. Соблазнение, это непонятно к чему приведет. Я тоже не понимаю. А любая даст, это... Ты можешь ее соблазнять? Я тоже авардиру. Покупай. Как они? Они же все жалуются на одно. Я все продала, а она мне так и не дала. Да. Они же вот на это. Любая даст на первом свидании. Их не даст, чтобы мы два дня. Ну это же другой вопрос. Плохо учились. Надо купить второй уровень продукт. Не до конца доучились. Просто... Да, кстати. Плохо устроил материал. Любая даст на первом свидании после прохождения пятой ступени моего курса. Не надо. Любая даст на первом свидании. Потом он же расскажет. Потому что он перейдет. А она не дала. Ты говоришь, ну значит тебе надо к психологу. Не, ну может быть тут сослаться потом в контекст, что типа, ну ты сначала научись, потом тебе будут давать уже на это. Ну конечно, это и есть про это. Любая даст на первом свидании. После прохождения моего курса. Гарантия. Если она не дала... Нет, значит просто она не вписывается в то рациональное поведение, которое описывает теория игры, и она просто не... И отправь ей контакты психолога. Ты еще можно... А ну в визуал все равно соблазнение слово вписывать или нет? Да нет, оставь тогда... Если любая даст на первом свидании, то как бы не нужно. Просто любая даст на первом свидании. Ты уже курсы по соблазнению снизу пишешь. И все, и понятно. То есть как бы тут есть... В визуале пишу курсы по соблазнению, ниже просто. Ниже, ну ты либо в самом визуале пишешь, либо там в подписи, там к объявлению есть, есть и подписи, там можно писать. А просто не курсы, а просто курс соблазнитель. Ты соблазнитель, это просто одно слово. Там можно курсы по соблазнению, почему? Соблазнитель прикольно. Именно курсы выяснили. Ты им возвышаешь именно парами, соблазнитель. Да. Короче, любая даст на первом свидании, закрывает их боль, их желаемая. Потому что им не давали на первом свидании, поэтому они отчаялись и стали за тротами. Они не могли подойти. Не, ну они подходили, им просто не дали. Нет, мне кажется, что все... Не, ну все подходили. Как кто-то в первом классе за косичку подернул, он считает, что это подошел, она должна дать, она его отвергла. И тут он все отомстит всем женщинам и рыбает, и теперь ему даст на первом свидании. А Макса ему этого научит. Ты закрываешь прям боль больнючую. Даже если у тебя не стоит, она тебе даст. Пощечил. А второй курс? Если хочешь повторить, чтобы она согласилась на второе свидание. Неизвестно же, что раз пощечил. Если хочешь повторить, приходи на вторую ступень. Или по жопе сюда. Гарантия однократного использования. Ладно, поехали дальше. Я уже придумала второй тебе визуал, но ты тоже не согласишься. Представь, ты же такой. И такая, ну ты такой, я не знаю, там одежда голенькая. И такой с детской пустышкой и надпись все соски твои. То есть классно. Блин, ну это прям тело. Вообще охрененно. Они же мечтают не просто о девочках. Они же мечтают о каких-то супер сосках. И вот ты с соской такой, и какой-нибудь такой. Ну подгузник это перебор, конечно. Но я просто сказала, классный в трусиках. И ты с соской с красивыми. Да, да. Соски твои. Достаточно просто по поясу. Нет, подгузник не нужно. Какие-нибудь вот эти вот, знаешь, как это? Да, можно просто. Просто можно отсюда, да. На то, что все соски твои соски. Комбинезончик такой, да, да. Все соски твои, прям идеально. Можно чепчик. Нет, чепчик, чепчик не надо. Нежное бельишко какое-то там. Уда, луку. Голубенький. Можно наоборот сказать, контраст. То, что он такой брутальный. Да, голубенький. Можно, да, типа там брутальность, костюм. Все прям максимально мужской стиле. Такой взгляд и так далее. И соска, да. Все соски твои, да. Любая даст на первом свидании все соски твои. Тебе прям два хороших оффера. Бери в работу. Давай, тебя. Я не знаю, придумывайте мне это. Я вам все попридумела. Я буду прям не придумывать. Давай, что у тебя было? Речь, голос. Речь как меч. Речь как меч. Статус. Да, это бы... Да, это бы... Рожкиф уже сделал. Что? Я проспомнил. Речь как меч. Статусная речь. Ну и что дальше? И все. Если у меня в принципе все равно женщины. Мне зачем статусно? И статусно ориентировано больше на мужчин. А женщины слово статусно не очень так воспринимают. Согласна, более мужское. Вот. А получается, что они ко мне именно в девочки идут. Много девочек, а мальчики... Ну, идут, но... А зачем они в основном к тебе идут сейчас? За полем. За успехом. За уверенностью. За магнитизм. За тем, что я даже не продаю. Когда я их спрашиваю, они почему-то обрисовывают вот эти вот застои. Ну, здесь еще как-то... Вот. Им кажется, что вот уверенность, энергия, подача. Вот они за этим идут. И подача. Да. Они вот такие все мяу-мяу-мяу. И они уверены, что вот эта слабость привлекает не тех, опять-таки, мужчин. И они не хотят быть какими-то мужиками. Но при этом они понимают, что, ну, грубо говоря, сука выбирает. И вот вот это под лозунгом сука выбирает, они хотят поменять свою психологию и восприятие. А вот почему они... Пока что сейчас... Отсюда не хочешь, сука говорит и выбирает. Ну, это грубовато чуть-чуть. Грубовато. Да, потому что... Ну, по сути, они же от тебя хотят вот это вот... В тебе видеть вот этот стержень, уверенной в себе женщины. Ну, это пока те, которые сейчас, я спрашиваю, да. Я не знаю, кто там дальше. Я же хочу увеличить это. Ну, это понятно. Ну, еще раз говорю, вот что для меня речь, да. Я, как у меня, тоже курсы поречивали. Для меня речь это определенный статус. Речь это определенный инструмент владения аудиторией и получения желаемого. Ну, потому что мы зачастую в принципе не говорим. А что, можно просто говорить словами? Прикиньте, через рот. Вот. И, соответственно, я понимаю, что, ну, как бы человек сталкивается... Наверное, что человеку можно продать речь, когда он точно не получает желаемого. Ну, потому что, если я не получаю желаемого, если я прошу, но не получаю, значит, я как-то не так прошу. Вот это первый статус, да. То есть, если говорить от боли пойти, то это... И я пошла отчасти из-за этого. То есть, у меня было ощущение, что я... Меня не слышат, так как... То есть, тот смысл, который я закладываю в слова. Вот. И это... Будь услышанной. Речь, что-то тебя услышит. Ну, это как бы на втором... Скучно, банально. Скучно, и уже на втором избито, да. Тренируй ротик. Да, а что ротик? Ну, что ротик? Это ротик. Если ты не ротик. Тренируй ротик, да, да, да. А чё? Мне магнетизм понравился в контексте вот речи. Я... Ну, вот я говорю, я покупала курс по речи, который назывался «Психофизика лидера». Что я покупала? Я покупала лидерство. Ну, вот лидерство, да. Речь. Это как речь, как магнет, что ли? Речь лидера. Стань, речь лидера. Да. Лидерская речь. Ну, лидерская. Хочется женских... Женские мужские. Да, у меня же девочки, да. Но они же тоже хотят быть лидерами. И успешные тоже. И успешные. Больше мужской лидер, мне кажется. Да. Почему? Почему? Я тоже хочу быть лидером. И я хочу быть лидером. Ну, я-то понятно, да. Ну, я-то не хочу быть лидером. Но речь успешной женщины, я как-то не то. Да. Речь как магнит для успеха. Ну, вот на курсе «Психофизика лидера» было много женщин. И основная аудитория – это женщины. «Психофизика лидера»? Да. Но они там же еще что-то продали. Здесь есть? Нет. Какой у них «Хоферд»? А? Какой у них «Хоферд» был? «Психофизика лидера». Прямо так и было? Так и называли. «Психофизика лидера» пришли все женщины, да? Ну, мужчины тоже были, но в основном женщины приходят, да. Курс стоит там 240 тысяч за 8 занятий. Там пришли, наверное, на этого ведущего? Нет. Там два профессора из Амхата. Там не пришли на спикера. Слушай, они актеры? Нет. Не актеры. Ну, они не актеры сами. Они преподают один актер. Ну, суть не в этом. Ну, я имею в виду, что медийности нет абсолютно. А, ну да. Абсолютно никакой медийности, да? То есть психофизика лидера и два профессора. Вот это мне это продало. То есть если бы там были какие-то актеры, я бы не пошла. Для меня это было бы про шоу. А здесь я пошла как бы тренировать речь. Для меня это было важно. И важно именно в контексте психофизики и лидера. То есть лидера сработало больше. Какого качества лидера? Женщин было много. А женщин было много. И они прям, то есть на постоянку ходят на упражнение. И там много чего разных есть. То есть они в основном все прорабатывают постоянно речь. Кто-то для работы, кто-то дома вообще сидит. Но для многих, вот я сейчас просто вспоминаю, для многих было важно как раз таки, чтобы... То есть лидерство не как доминирующая стратегия, а лидерство как меня слышат. То, что я говорю. Я максимально простым путем получаю желаемое. Просто заявляя об этом правильно. Поправляю своей речью. То есть вот это вот ключевое... Это было ключевое, ну то есть ключевое, что болело у всех, и у меня в том числе. Но купила я психофизику лидера. Плоть тяжелая моя через речь. Не знаю. Ну это как небо голубое, а солнце желтое. Ну такое слишком. Поправляю свою речь. Поправляю речь? Поправляю. Нет. Ну потому что для меня... Еще раз говорю. У меня здесь есть инверсия, потому что для меня абсолютно четко речь это инструмент личного бренда, и это инструмент... Учтение качества, либо качество, либо уровень. Качество жизни. Да, уровень окружения. Понятно, что это. И как бы это... Каждый... Их собак много, и каждая вторая ровно одни и те же слова использует. Ну и хорошо, значит они работают. Речь как уровень жизни. Они же как мы сидели и не могли найти ничего нового. А ты какую-нибудь картину сделаешь. Слушай, это прекрасно, если это работает, и ты можешь это использовать, и те же слова, потому что те, кому интересно, они уже касались этой информации. Какая-то голосовая харизма. Но там бессмыслов получается. Нет. Будь то, что уже работает, просто твоя... Речь как стиль жизни, как качество жизни. Качество... Качественная речь... Качество жизни. Хотя я понимаю, но вот меня бы не зацепило этот опер, честно. Ну вот и я тоже слушаю, и как-то... Меня бы тоже не зацепило. Я говорю, но у меня инверсия есть. Но меня зацепило... Я тебе сказала, что меня зацепило. Меня зацепило слово лидера. Речь лидера, лидерская речь, я бы тоже посмотрела. Сихай. Если бы на речь лидера, меня бы больше зацепило бы, да. Слушай, а если речь для работы там... Да ну нафиг. Речь для лидеров. Сила... Вот еще про пути. Для лидеров. Сила, влияние, речь... Нет, я хочу про меня, не хочу для лидеров. Лидеров много не может быть. Ну, в смысле, для кого-то. Как будто как сервис. Типа, я уже лидер. Типа, напишу речь для лидеров. Речь как способ влияния. Инструмент. 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 Да, может быть так. Ну, скучно. Скучно, согласна. Психофизика лидера, она за счет психофизики выигрывает. Вот. Какой-то заборочек. Ну, это как-то тоже сложно звучит. Да, ну, психофизика непонятна. Ты думаешь, о чем это? Да, и пойдет не совсем вот это вот. То даже все равно уже идут люди с мышлением, с определенным. Если приходят к пониманию, что им это нужно. Конечно. Это же не первая доступная история. Не знаю. Конечно, это и по стоимости недешево. И, собственно говоря, если еще раз говорю, ты кассир в пятерочке, то тебе, чтобы тебя не понимали, иногда будет больше, более выгодно. Какой-нибудь такой странный бриллиант, речь. А может, я какой-нибудь... Ну, вот что? А может, какой-нибудь нейропсихикой речи? Если бы вам чуть-чуть такое. Ну, нет, это что-то... Нет, это сложно уже слишком, что речь, что может... Может, ты лечишь после инсульта. Блин, кто знает там, знаешь. Надо что-то такое вот... Кочни речь. Кочни речь? Ну, да. Кстати, просто. Да, просто. Кочни речь. Кочни речь. А что не толкни? Потому что толкни речь избита, а кочни речь интересно. Выпить хочется, а кочни речь непонятно. Да, плюс кочни речь, это опять же, да, качни жопу, и тут качни речь. Ну, то есть, ты прокачиваешь речь, уже сразу понятно, что это качка. Больше людей тебя дозит цепь. Да. Ну, то есть, качни речь, и дальше уже более... это расширенный оффер, уже более серьезный. Пошел видео снимать? Давай нам в трусиках. Или без? С соской. С соской. Я же. С соской. Не знаю, я хочу что-то пободрее, повеселее. А качни речь что, не бодро? Ну, это достаточно бодро, там нет твоей вот этой изысканности и харизмы. Нет, у меня изысканность, не то, что они почему-то ее видят, а я-то ее вообще не вижу. Нет, но она в тебе есть. Есть. Подожди. Но изысканность будет в ее визуале? В визуале все. Конечно. Что там просто я и просто качни речь? Просто качни речь. Или я с качелей? Нет, для меня качни речь это не про качели, это скорее про жопу, про жим, штанги. Да, я с микрофоном. И ты с микрофоном там стоишь. У микрофона со штангой. Нет, просто качни речь. Ты качаешь жопу, качни речь. Что речь важнее жопы. Понимаешь, жопа может быть накачена, но при этом... Это куча объяснений. Это визуал. Просто качни речь, и ты такая со штандой, и понятно, что... Понятно, что это тренажер, что это серьезная работа и важная работа. Да, то есть... И что при этом ты очень ухоженная. Вот сразу. Речевая фитоняшка. Нет. Фиторечашка. Надо все равно, чтобы с речи, с микрофоном что-то. Да микрофон нахрен. Речь, речь это уже... Она в этом приседе со штандой или там просто... Да, я тоже присед представила, конечно. Мы все приседали. Сзади? Нет. А ты качнул речь? Нет, сзади не надо. Ну а спереди что интересного со штангой? Руку тогда чуть-чуть. Аккуратно. Ну нет, и можно и сзади. Почему нет? Есть фотка какая-нибудь. Ну есть, неважно. Но если мы же хотим сделать... Ну в принципе, задумка ясна. Точнее речь, да. Да, то есть вот это вот сопоставление, да, то есть о том, что... Надо качать не только жопу, но и речь, да. Потому что... Понимаешь, визуал сразу видно, насколько ты ухоженная, тут даже можно дальше не объяснять для кого это. Просто по внешнему. А если мужчины, давайте так, мы уже просто... Да, вот есть сейчас женщины, а почему не мужчины? Тоже, почему я так сразу... А, что мы... А мы и качнее речь, да. Мужчины видят красивую попу, они жмякают. Да, они напугают. Так все-таки сзади фотография. Или сбоку. Но надо сделать... Слушай, сделай около зеркала, так, чтобы у отражения в зеркале было жопы. Ну, зеркало речь. Мне кажется, жопа интереснее была. Жопа интереснее? Сзади? Вообще без лица? А как тогда... Нет, лицо нужно, конечно. Лицо нужно, потому что это же... Ты же ерунда. Нет, я имею в виду, что там должно быть, что это я, да, как бы, не просто чужая жопа. Да, что это ты, и чем ты говоришь. А я бы еще сняла вот это вот видео, когда там языком можно завязывать бантики, знаешь, там во рту. Ой, да, это очень интересно. А мне зачем? Это же мужикам надо. В смысле мужикам надо? Это просто привлекает внимание. Это просто... Женщине тоже надо на нихрена себе. Да, пойду-ка... Понимаешь, что... Пойду-ка качну речь. Слушай, языком владеть в разных апостасях это очень крутая штука. Я бы бантики завязывала. Я, кстати, не умею. Надо пучить. Да, это мы только в этом... Твин Пикс видели, как эта шлюха завязывает. Я не знаю, что бантик завязывает вашу мужчину. Это... Это Твин Пикс. Конечно, для мужчины. Нанять шлюху в бордель. Так они хотят учиться. Зачем? Бантика и снимают. Стоп, подожди. Чтобы быть лидером мужчины. Женщина хочет качать речь. Чтобы у мужчины попросить подарок. Чтобы у мужчины что-то попросить. Чтобы он ее понимал. Ну, вы же нихрена мужики нас не понимают. Пока в глобальном смысле женщины прокачивают речь, чтобы быть более привлекательной для мужчины. Для работы, либо в личных отношениях. Чтобы он, сука, понимал, что я ему говорю. Потому что, когда мы начинаем вот этом на женском монотоне выносить мозг, он не понимает там ни черта. Ну, то есть, как бы это там белый шум. И иногда бывает точнее даже не так. У меня почему-то сейчас вот партнер, который вот когда я выношу мозг и говорю всякую херню, он ее слышит. А когда я говорю нормальные вещи, он не слышит. Но мне просто кажется, что ему нравится, когда я ему выношу мозг, он делает так специально. Вот. Так нет. Глобальная женщина же что хочет? Она хочет, чтобы он ее слышал. Но все равно это делает для мужика. В 99% случаев. Хочет быть привлекательной, интересной, чтобы он ее понимал. Мне кажется, покупают, по крайней мере, сейчас именно те, у кого нет вопросов с мужиками. Они уже про бизнес больше. Да. А там тоже мужики. Бизнес же это все равно мужская тема. В большей степени, чем женская. Нет. Я не про это. Все равно с точки зрения архетипического, с точки зрения подсознания, это больше мужская тема. Там больше нужно не мими-мишечка, вот эта вот женственность и манкость. А здесь нужен голос. А вот знаете, это параллель, типа король говорит, помню. Да. А если тут написать сейчас же тему, это царица не молчит. Да, тоже прикольно. Ну, кстати, вот я подумала, царица не молчит, может быть, тоже что-то. Возь не очень понятно. Протестирует, 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 то и другое. Ну, вот эта частичка не, конечно. Не очень. Да, частичка не молчит. И не очень понятно, что это царица. Да, что непонятно, что она умеет... Сейчас все знают, что такое царица, это просто каждая вторая... Да, но вопрос в том, что царица, да все прекрасно, только непонятно, что ну не молчит она еще. Может, она мозг выносит, может, она истерит. Она может делать кучу всего, когда она не молчит, да. То есть даже молчать можно иногда так эротично. Иногда слова не нужны, все решается с помощью того же самого языка и банкиков. бытующая история. Пусть мужчины говорят, пусть он выступит. Женщины уходят в какую-то тень, потому что, ну, мужчина, пусть мужчина скажет там. Ну, тогда я пойду. Тогда не пойду. Зачем им прокачивать речь, если они не хотят говорить? Я хочу, чтобы те, кто так считает, и те, кто прячется за мужчин, которые говорят, пошли, чтобы дальше вместо мужчин это делать. Дай себе слово. Кстати. А что дай себе слово? Просто дай себе слово. А, ну, то, что дай себе слово. Конечно. Потому что многие... Я тоже не поняла сначала. Ну, есть вот это вот. И оно двусмысленное. Я запишу, дай себе слово, да. Ты можешь визуалом показать, что это про речь? Что-то из микрофона, оно цепляет те, что это двойная гнота. И тут про лидерство. Я вообще, дай себе слово, тебя выступающий, ну, вот в этой вот кабинке для спикера, с микрофоном, дай себе слово. И ты сразу визуалом показываешь о том, что ты королева, ты успешна, ты лидер. Я покупаю лидера. Дай себе слово, как лидеру, да, как успешной женщине. И там сразу дисциплина есть. Да. Сразу тема дисциплины есть вот в этом дай себе слово. Сразу такая структура. Да, и плюс еще вот это вот модно. Трояко можно просто обдавать. Да, тут есть вот несколько вот этих граней. И плюс еще есть такая история, что достигаторство, лидерство, что есть же все говорят там, типа вот, там, не замалчивайте обиды, вот это вот говорите, проживайте чувства, проговаривайте, да. И ты говоришь, дай себе слово, да, учись говорить красиво, внятно, понятно, адекватно. Не бубу-бубу-бубу, что бубнишь, как бабка старая? Он тебе ни хрена не понимает, пока ты бубнишь, скажи. Или вот эта история, ну, я тоже люблю, да, когда кажется, что если мы повысим голос, нас услышат. Да хер нас услышат. Если мы повысим голос, мы наоборот отключаем вообще восприятие напрочь. Чтобы нас услышали, нам надо понизить голос и сделать больше пауз. Ну, то есть длиннее паузы. Лучше на шепот перейти, говорить тише, тогда человек начнет к тебе прислушиваться. А если ты... Тебе вообще не слышно. Да. Поехали дальше. Красота. Ну, да, красота через какой-то стиль. Скучно. Да. Ну, очень скучно. Ну, тем не менее, понятно. Ну, понятно, да, что там, что там должен быть там через индивидуальный стиль и у меня вообще баннерная слепота прям уже наступила. Да, у меня тоже. Через одежду, через подбор образа. Ну, вот оно все какое-то затасканное, оно, да, понятное, но... Ну, неинтересно, ты согласна. Красота. Безликая. Красота. Что мы делаем, когда мы выбираем одежду? Мы кайфуем. Не все. Есть очень много, много женщин, которые ненавидят шоппинг. Которым просто функционально нужно закрыть эту опцию. Типа, чтобы было что одеть, чтобы оно сочеталось, и я в эту сторону просто не думала. Вот, типа, чтобы мне было что надеть, и я себе в этом нравилась. Это функциональный шоппинг, это продукт. Да, функциональный. А такие часто обращаются в стилистах? Да. У них просто, понимаешь, у них слепое пятно в этом. Им нужно просто... Ну, это бизнесовое, скорее всего. Это прям совсем, да. Нет, нет. В основном, в основном это, кстати, женщины-психологи, которые классные отношения, то есть они чувствуют вот эти грани отношений, вот это все, но у них на визуале просто слон протоптался. Вот реально у них там слепое пятно и в визуале соцсетей, и в визуале, как они выглядят. Ну, вот почему-то, ну, ко мне такие часто приходят. Ну, короче, функциональный шоппинг, это да, как продукт. Ну, да, как кофер. Как кофер нет, конечно. Как кофер, красота. красота, ну, то есть, ну, я бы вот первое, да, на что бы обратила внимание, ну, тут про ЦА. Ну, это опять же, да, про ЦА там. Красота, если мы эксперт, то, соответственно, чем лучше мы выглядим, ну, то есть одеждой можно повысить свой чай, ценник, это понятно. Вот, тогда это уже не про красоту, а про деньги, да? Ценник, там в основном приходит самооценка. Ну, нет, я имею в виду, что вот как архетип у Юльга личный бренд, личная привлекательность, она повышает твой ценник. Да. Или уверенность. Ну, вот уверенность, да, то есть ко мне приходит за уверенность. Или заметная, она заметная, стала привлекательной, вот что-то про то, что она стала заметной. Красота. Ну, вот видишь, когда я начала с уверенности, мне сказали, что ну, нет, вообще не понятно ничего, что начинаем с красоты. Ну, ты продаешь красоту, а не уверенность. Уверенность – это следствие. Красота для уверенности? Ну, нет. А если оденься в красоту? Да, нет, оденься в красоту. Ну, как будто у меня, да. А стильный выкрик. Стильный выкрик. Высер. Высер, да, да. Красота через стиль, по-моему, сама. Банальщина, унылая. Хочется заснуть сразу. Тоже прям вот совсем неинтересно. Ну, понятно, но никто не увидит уже. Там красота. Красота уникальная. Красивый шопинг. Стань красив. Будь красивой, красотка. Все красивые. Красотки, 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 красотки. Красовки, да. Красовки. Красота. Красота. За два рубля. Красота за два штриха. красота за один день или за сколько там за счет часа но чтобы ошибок простина сначала посмотреть что у нее есть то есть я да я умею систему быстро собирать ну вот за сколько ты собираешь ну ключевое у нее быстро или качественно или дорого я умею разбирать гардероб за один день плюс онлайн покупки да то есть такое у меня есть но он очень плохо продается очень плохо потому что совершенно непонятно в чем в чем тут смысл я тоже не понимаю я люблю ходить по магазинам я люблю трогать я тебе уже говорила что у меня кинэстетика я тактильно не не потрогал не купил вот я тоже ничего не покупаю ну у каждого свое у меня просто я тоже кинэстетик но я по составу ткани на вайлберис понимаю предлагать от клиентки или нет и все то есть я просто про его состава ну ты просто в этом разбираешься лишь и мне даже заходя в магазин я по внешнему виду ткани вижу это полиэстер или нет и если у меня сомнения просто вот так трогаю я даже не герлык не ищу вообще никогда не ищу это про строгу ну потому что мне все равно полиэстер для меня звучит точно так же как и пластилин но слова на букву п например не потеешь как лошадь подбирай правильный стиль потная лошадь салон для жирух я тоже такого слова никогда не знаю для жирных вообще никогда не знаю ну то есть ну вот это шутка для страшных никто не кликнет потому что все будут думать что это неправильно из уродины в нимфу катя пускарева да да стать красивый помнишь это снимите это немедленно почему потому что это очень токсичное мероприятие что так работать токсично что там токсичную но там но столь я сдавал он уничтожает нет токсичное вообще отношение к женщине то как они работали жестко я так не люблю но это шоу есть и рассказывал там других не бывает шоу она так никогда и не выберется оттуда если косметок не просто есть разные клиенты да с кем-то надо пожестче со мной вот надо жестко так как со мной если бы тут начинается сопли жуйства я буду сопли выживать еще у интереснее мне надо так марго собралась встая встала и пошла я такая слушаюсь пошла а вот со мной только так давай ты будешь послушной девочки как мы мужики делал дебил какие-то да конечно я сейчас вот прям вот эту засну через два часа проснусь послушной не то есть так встала пошло слышусь повинность а вот красота через послушание красота строгая красота красота как стиль все вместе имидж тоже можно то есть можно создать имидж можно стиль можно создать свою красоту то есть как красота это не надо это не что-то но с другой стороны сразу такое ты не дизайн интерьера ты же можешь как каждого мужа восхищенных взглядов но они к тебе это же первое это касание создать создай себе красоту свою красоту создай свою красоту мне нравится да кстати даже если туда будет входить консультация по визуалу жилья то есть это тоже не но опять же создай свою красоту у тебя на визуале это ты там шоппингом и все понятно да 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 хочешь ловушка восхищенных дня мне вообще ловушка ловушка какая-то негативная на контекст несет создать свой красота что оборачиваются на тебя типа что-то такое да мне на самом деле похер вот если честно оборачиваются на меня и ленина вот если если мне хорошо в этом то есть я добра чего и хоть оборачивайтесь хоть не оборачивайтесь если не берете догоню заставлю но это вы а большинство же хочет быть лучше чтобы привлечь внимание мужчин неважно там еще кого-то они нет она же правильно говорит что у нее основная история что они хотят почувствовать себя красавец красивой одежда это определенное состояние ловы что одежда это определенное состояние чтобы быть уверены что нет по-разному хорошо даже даже многих ростов самая главная цель это обратить на себя внимание неважно мужчин люди и она понимает что черта не умеет вот так прийти чтобы она не чушкой выглядела на соберение так чтобы я выглядел как преподаватель нет это смотри там история такая что мне на переговоры нужен один стиль например да я хочу в нем себя чувствовать уверенной привлекательной да то есть там красота она для каждой ситуации по большому счету будет разная то есть что красиво в ресторан некрасиво на похороны я кстати реально оставляю черные платья говорю прости пожалуйста на черное платье траурное должно быть в гардеробе даже если она соберу не очень идет соберу похоронный гардероб вот я тебе я про что то то есть вот эта вот история по поводу понравится здесь немножечко не про флирты не про отношения ключевое потому что да чисто в гипотетическим и мы одеваемся и украшаемся для мужчины но здесь все-таки важно вообще как я себя чувствую насколько мне в одежде хорошо потому что одежда это классный якорь это классный инструмент поменять свое состояние здесь сейчас там переключиться с рабочего на домашний суютно то есть поменять свой архетип по большому счету доставить на роль да 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 переключиться на домашний режим переключиться на счастливый режим то есть это такой пульт управления над своими состояниями по большому да то есть управлять своей красотой кстати тоже можно будет управлять своей красотой и пульт красоте да то есть это вот все история эта история про то что почему там до такой оффер навигатор совсем нет почему потому что есть если мы говорим про уверенность то соответственно есть кто-то кучок внушал когда-то что ты некрасивая да в основном всем в основном они так и приходят у меня нет вкуса вот с этого прямо начинается диалог что он так тот сказал да и это не два не три случая просто такое начало разговора с того что у меня нет вкуса просто имеется ввиду основная мысль а значит требовательный как это будет это можешь в офере написать что если у тебя нет нет тогда она обсуждающую позицию абсолютно до финансово 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 строго перспективно наших да 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 бизнес партнерства договор когда заключать собственно говоря да у тебя у тебя собственно фокус получается сюда весь уходит и ты отстраиваешься моментально от конкурентов не просто астролог приходи ко мне и с одной и с другой а тут как бы у меня проблемы в финансах я понимаю что у меня что-то это я такая хопа финансово строго кого со помощью астрологии деньги я еще не пробовала зарабатывать пойду еще и здесь по шамане нам самый простой оффер да и притом очень до емкие понятны да все вопросов нет ни у кого